Повыскакивала какая-то куча поп-апов Ньякман подписывается на 12 месяц подряд Годик с Ньякманом Ньяк Ньякман У тебя, по-моему, сегодня день рождения? Я поздно ночью видел в Дискорде какое-то оживленное бухтение Но я уже спал, поэтому... Точнее, я уже выключал компьютер Черт, у кого-то в интернете день рождения Выключить Как это, да, есть картинка, где чувак такой смотрит Он сидит за компом, ему из окна светит солнце Он такой хмурится, закрывает окошко Это у кого-то день рождения в интернете Ну, тогда с днем рождения Можете поздравить Ньякмана, нашего 12-месячного подписчика С днем рождения Вот, если у вас, знаете, скопились дни рождения или поздравительная энергия У вас скопилась, знаете, бывает такое Бывает такое, сидят люди в чате и все ждут Надо вот, надо чем-то порадоваться Надо кого-то с чем-то поздравить Вот, иногда консистенция поздравительной энергии настолько высока Что ты можешь случайно обронить что-нибудь про день рождения И все подумают, что день рождения у тебя сейчас И начинают поздравлять себя Такое бывает, да Вот, но нет, сегодня вот у Ньякмана Можете его с этим замечательным днем поздравить 1 сентября Блин, как же, как же, наверное, было тяжко Или наоборот Особенно во времена, когда школа уже не нравилась Тебе на 1 сентября приходилось идти в школу День рождения, грустный праздник Такое себе Ну, сейчас мы уже в школу не ходим Сейчас уже все это не принципиально, не страшно Поэтому можно сейчас просто посрать До дни рождения, дни рождения, посрать Хотя все по-разному празднуют Кто-то, например, охладел к дню рождения Потому что их внутренний ребенок умер В мучениях где-то там, кто внутри А кто-то продолжает угорать И такой, е-е-е, день рождения, бухаем Всем бар, за мой счет, за ваш счет Е-е-е, на дачу штуки Такое бывает У меня был знакомый, который тоже ДР1 сентября был Я помню В детстве ты переживал В школьные времена ты переживал По поводу того, что у тебя день рождения Не в школьный период Потому что Ты не мог разделить эту радость Со всеми другими детьми И подарить им какие-то конфеты Там, шоколадки Была такая своеобразная традиция Что если у тебя день рождения Вот, выпадает на школьное время То обязательно надо, типа, угостить весь класс чем-нибудь Конфеты покупались Еще что-нибудь Торты И торты Торты, наверное И всякое такое, да И ты такой Э, черт Вот Вот У всех У всех вот праздник Такой праздник А ты не можешь У меня день рождения был 29 мая Это было после Это всегда было после Потому что обычно учебный год заканчивался Пример 25 25 мая Уже прям никто почти не ходил Дальше там может быть экзамены были Но 29 мая Уже, как правило, никто не учился По-моему, всего один раз Всего один раз была ситуация Когда И то где-то в классах, что ли Восьмых Или седьмых Или пятых Не помню уже Когда все-таки как-то пересеклось Не помню по какой причине Не то, чтобы я сильно рад этому Да как-то пофиг Про прошествие лет Как-то пофиг Вот такие вот дела Мы тебе принесли конфеты Но только в началке В качалке Конфеты в качалке Тяжкой школу не прогуляйте Да я смотрю, что онлайн С утра маленький Все Все в школе Смешно Смешная жутка Аудитория в школу пошла Да Ну а с другой стороны Ты посмеялся Посмеялся Потом Лучше сейчас в школу Конечно пойти Сидишь себе На уроках Хернёй страдаешь Книжки всякие читаешь Книжки по английскому Разрисовываешь После второй Вторая и третья перемены Длинные По 10 По 20 минут У нас по-моему было Или по 15 Нет Первая перемена Вам 5 минут Вторая Вторая Вам 10 минут Потому что на второй перемене Покушать На завтрак Да Там что-нибудь вкусненькое Вот это вот Знаете Какао Из одной Из одного бидона Вот это вот Да По-моему 10 минут 10 и 15 минут Или 10 и 20 минут Я не помню Вторая Третья перемены Были длиннее остальных Такие вот дела Зато мог конфеты Не носить Повезло Считай Да Ты сейчас Так понимаешь Просто в школе Это могло радовать Только потому что Ты не сам Тратился на все это А когда подрост Ты понимаешь Что нахера Мне скидываться На всех этих людей Нет Я так не думаю Потому что в основном Если уж так Ну больше половину Твоего дня Ты проводил С этими людьми И среди них Были люди С которыми Ты взаимодействовал Там друзья твои И прочие Ну Да и Школа как-то нас Знаете Учит Что твой класс Это твои все-таки друзья Особенно если Это начальная школа Там 1 2 3 3 Понятное дело Что дальше уже Личности развиваются По интересам Разделяются Появляются и враги Там и прочее И И все такое Но все равно Не знаю В школе как-то ты Лучше Мне кажется В школе лучше Отношешься Несмотря на то Что считается Что дети Более жестокие Но мне кажется Что в школе Все равно Немножечко лучше Относишься То есть Ты как кого-то Есть у тебя Нелюбимчики Кому-то ты Относишься Не очень хорошо Потому что Он относится К тебе Не очень хорошо Но Но В целом Так чтобы Знаете Чтобы там Какой-то Вот Отвратитель Просто Надо понимать Что в детстве У нас мало Ответственности И мало Каких-то Серьезных Поступков То есть Сейчас Ты можешь Не знаю Ненавидеть Человека Хоть Тебе хочется Вплоть до того Чтобы Не знаю Его смерти За то Что он Ну там Животно обидел Например Там я вот Вчера вечером Видел Какой-то Ужасные Ужасные Запись Из лифта Где какой-то Мужик пинает Я даже не понял Что это Это щенок Это котенок Я не очень понял Но он Зачем-то Со всей силы Пинает его В лифт Вообще Не понимаю Зачем К чему И тебе Так прям Вот ненависть Ты такой Сука Сука Тебя бы Так отпинать Мразь Ты сран В детстве У тебя нет Такого Потому что Ну Твои сверстники Не делают Что-то такого Сверхистем Ну таких Прям Супер Злых Вещей Они не мучают Они не обманывают Так чтобы Прям не знаю Чтобы распилить Бюджет страны Они не мучают Животных Они не делают Не знаю Свалки Рядом с рабочими Жилыми районами Они там Ну не знаю Ну вот Ничего такого Вроде Ну то есть Ничего такого Ну да Они тоже Как-то Как-то портачат Там Что-нибудь Какой-то Гадости Тебе делать Но это все равно Достаточно Ну для Понятное дело Что для мира То что не знаю Какой-нибудь Не очень хороший Ученик Не знаю Кинул твой портфель В мусорку Чтобы поржать Ну для Для мира ребенка Для мира школьника Да это достаточно Такой крупный поступок Но Все равно Ты Ну ты Попа Это Покричал Попаныл Забрал свой портфель Из мусорки Скажу так И больше с ним Не было ничего Да Ну и что Ничего не стало Твой портфель Не стал мусором Из-за того что Побывал в помойке Тем более Что помойка В основном состоит Из бумажек И может быть Там не знаю Пакетов сока Из столовой То есть Ничего такого Не то чтобы Твой сверстник Не знаю Закинул твой портфель На городскую помойку И тебе пришлось Ехать на двух автобусов И копаться И копаться Километровому Полигону Где надо Искать Свой портфель Который уже Частично По которому Уже частично Несколько раз Проехал трактор Вот И поклевали Не знаю Птицы Какие-нибудь Нет Ну типа Буллинг Обсуждаем Да не то чтобы Буллинг А то Что ты Все-таки К сверстникам В школьные времена Ну Понятное дело Что зависит Я имею ввиду Скорее начальную школу Да там до пятого класса Ты все-таки Относишься Достаточно хорошо Несмотря на то Что может быть Они тебе делают Какие-то гадости Но эти гадости Не воспринимаются Ну прям как Очень-очень сильно Эмоционально Разрушающие Ты довольно быстро Их забываешь Потому что Твоя жизнь В целом Насыщена информацией И насыщается Просто ежедневно Ежечасно В тебя вливается Все больше и больше Чего-то нового Вот Сейчас То есть Будущее взрослым Люди делают Куда более Масштабные Отвратительные вещи Которые вызывают У тебя намного Больше Жжения И нежелания Дальнейшего Вообще Общения Или взаимодействия С людьми Которые Так подобное Сделали Вот Поэтому Поэтому нормально Плюс Ты В начальной стадии Зарождения Каких-то Отношений С людьми Поэтому То что Ты кого-то Угостишь Там Не знаю По сути Угощение На день рождения Конфетами Там Окружающих Это примерно Равно Тому Что ты Проставляешься С коллегами На работе В свой день рождения Это нормально Потому что Скажем так Вы не близки Ну Не супер близки Это не ваши лучшие друзья Но в рамках работы Ваши коллеги Довольно часто Являются Вашими партнерами И единомышленниками И это По сути Отчасти Ваша Скажем так Рабочая семья Да Семью Не выбирают Но Точнее там Родных Родных Не выбирают Но все равно Это люди С которыми Вы Должны Взаимодействовать Ну Работы Конечно Разные Бывают Что и на работах Те еще Странные Персонажи Работают Но все равно Все равно Только Понятное дело Коллектив Поменьше Но мне кажется Что сумма Примерно Соразмерная А какое Паша Было тяжелое детство Да я Пример Привел Я просто Привел Пример Почему Обязательно У меня должно Быть такое детство Я в школе Нет Надо мной Конечно Тоже прикалывались Но не только Надо мной Но типа Это У нас Скорее Это было похоже Типа Шоу Чудаков Jackass То есть Все друг Над другом Как-то Прикалывались То есть Даже Были Ну То есть Понятное дело Что например Там Ты будучи Каким-нибудь Более Более Спокойным Чуваком Ты не мог Прикалываться Каким-нибудь Местным Здоровиком Потому что Он тебя Наверное Ушатал Да ты просто Инстинкт Самосохранения Сохранит Тебя Точнее Обережет Тебя То что Ты прикалывался Как-то Над Более Сильными Сверстниками Но Обычно Не бывает Хотя нет Бывает даже Так что Точнее Даже у Каких-нибудь Буллеров У них все равно Есть друзья То есть Все равно В школе Как-то Делились Не знаю У нас Во всяком случае Не было Такой ситуации Что знаете Был Какой-нибудь Один Супер Злой Проказник Который Всех Терроризировал Нет Все равно Все разбивались Как-то По группам И Значит Получалось Что Допустим Если не ты Ты находишься Там в группе Не знаю Каких-нибудь Шалопаев Вот С такими же Шалопами Ты прикалываешься На дно Над своей Группой То есть С своими Друзьями С верстниками И прочих Или с ними Вместе Никто же не говорит Про Исключительно Пвп Был и Пве Рейды на учителей Например И всякое такое Но В своей Группе Там Вот эти Более Более Злые ребята Они друг на другом Прикалывались Ты мог спокойно Над этим посмеяться Тебе ничего За в этом не было Поэтому Опять же В школе Подобные вещи Строятся Скорее Не на унижении Ну то есть Не на желании Унизить А на желании Типа приколоться Понятное дело Что Границ В такие возраста Ты не чувствуешь Поэтому тебе кажется Что ты делаешь Что-то смешное Вот А это может Привести К психологической Травме На всю жизнь Ну нет Из-за того Что в основном Это мелочевка Мелочевка Хотя У нас бывали Но это Более старшие Уже классы Более старших Классах У нас там Бывало такое Что Один парень Таки реализовал Шутку Из мультиков И фильмов Когда Налил клея На стул Ученицы Одной И она туда Все-таки Села Это вот Прикол С кнопками С чем угодно Вот она Все-таки Села И потом Он Долго Ну не очень Долго Но какое-то Время Стебал Ее Фразами Ну что Жопа Клеем Начавкалась Не знаю Нас вызывало Это как Дикий Гомерический Смех Понятное дело Что девочки Наверное Было не очень Но тоже Все забывается Все забывается Я бы сейчас Такое В морду Дал У меня Школьных По сути Не осталось Друзья Общение Прекратилось А вот Со временем Университета Хотя и Не одногруппники Дружат до сих пор Ну бывает Я Нет Понятное дело Что довольно сложно Удержать Дружбу Со школьными Друзьями Не в плане Того Что вы Ссоритесь А в плане Того Что Ну за Столь большой Период Времени За столько Лет У тебя Меняется И настроение И взгляды И проще То есть Сначала У тебя Переходный Возраст Начинается Когда У тебя Формируются Какие-то Уже более Конкретные Интересы Плюс У тебя Начинает Эмоциональная Ломка Быть Ну то есть Ломается Ломается Какое-то Эмоциональное Восприятие Мира И ты можешь Уже не совпадать По интересам И по взглядам С ребятами С которыми Ты учился Там вот С первого По пятый Класс И вам Вы вместе Там не знаю На заднем Дворе школы Играли в Лего Человечков Там каких-нибудь Что-нибудь Такое Следовательно Понятно Когда у тебя Начинается Половое созревание У тебя может Там все резко Поменяться И ты Начнешь думать Совершенно иначе А потом Начинается Уже такой Более Еще После этого То есть В этом В этот момент Там многие Мои товарищи Начали курить Бухать Я не начал Это уже Первый звоночек Первый Разрыв Интереса Я не бухаю А они уже У них уже Другие Начинаются Несколько Иные интересы И для людей Которые пьют Не пьющие Люди Выглядят Довольно Странно Но это Еще Это еще Нормально То есть В то время Как бы Тусить вместе Вполне Обычная Ситуация Не важно Бухаешь Ты не бухаешь Какая Рыц Все равно Типа Угораете Веселитесь Творите Какую-то дичь Я в школьные Времена Уже Таких Более Возраст Более Возоковозрастном Возрасте Уже Тоже Все равно Продолжали Творить Какую ерунду И вот Но потом Начинается Взрослая жизнь Вот это Полусемейная Когда ты Начинаешь Работать Когда у тебя Появляются Серьезные отношения Может быть Даже дети И в этот период У тебя Еще раз Меняется Мировоззрение Во-первых У тебя Появляется Огромное Количество Ответственности И задач Ну если Ты конечно Если ты конечно Этим Уделяешь Этому Внимание Можно в целом И хер Забить И дальше Быть шалопаем И не Бариться Ни о чем Но как правило В этот момент Происходит Еще второй Дополнительный Разрыв Дружеских Отношений Со школьными Друзьями Потому что Не потому Что вы Ну типа Друг друга Ненавидите Или что-нибудь А просто потому что Ты углубляешься В интересы Собственной жизни И Собственных Собственной Семьи Условно И у тебя Остается как-то Ну не очень много Времени На все это И не только у тебя Это не причина Только в тебе Только ты не можешь Общаться с друзьями Нет Друзей тоже появляются Подобные вещи Больше ответственности Больше задач И прочее И в итоге Но все как-то Разбредаются По своим Скажем так Квартиркам По своим Каморкам И Просто Из-за Большого Количества Задач Которые Висит Из-за Ответственности Начинают Ну меньше Общаться Меньше Взаимодействовать Плюс Да Плюс Интересы Которые Уже Сформировались Могут Быть Слишком Разными То есть Уже Настолько Ухо 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 Настолько Уже Как-то Ушел В какую-то Свою Стезю И Понимаешь Что в Этой В этом В этой Не понимают Либо Просто Неинтересно И В итоге А ты Чувствуешь Что тебе Надо Тебе нравится Это И ты Туда Движешься В общем Но вы Продолжайте Контачить Какими Так Общаетесь Но Уже Конечно Это Уже Не Те Там Веселые Дружеские Посиделки Что-нибудь Такое Ну В общем А Друзья У которых Уже Родились Дети Потерянные Друзья Не 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 Настолько Нет Просто Просто Формируются Другие Интересы Ну Повторюсь Это Не Значит Что Твой Друг Стал Типа Плохим Или Что-то Такое Нет Он Остался Примерно Таким Же То То Что Вы В детстве В школе Много Проводили Времени Вместе Угорали Веселились То есть Память Прикольно Проведенном Времени Сейчас Вы Уже Совершенно Разные Люди Хотя Ну По-разному Бывает Иногда Люди И продолжают В том же Дуге Всякое Бывает Но Личная Жизнь Она Съедает Даже Не всегда Личная Жизнь Не всегда Касается Исключительно Семьи И детей Не всегда Просто Интересы Они очень Разные Люди Очень Разные Все Очень Разные Друзья С детьми Вернуться В вашу Жизнь Это Через Двадцать Ну Да Там Есть Такой Момент Что Когда Вы На Уделяете Внимание Ну Уделяете Много Внимания Там Детям И прочее И Наконец Сможете Выдохнуть Там Остановиться То Да Потихоньку Людей Тянет Обратно Друг Друг Вот Ну Это Это Нормально То Если Вы Условно Не Посрались С кем То Из Каких За Каких Причин Взглядов То Ну Это Обычная Жизненная Ситуация Вот Я Ну Не то Чтобы Каждый День Время Вот Реже Стал Переписываться Пересекаться С школьными Друзьями С которыми Мы тусили Довольно Много С днем Рождения Поздравляю Периодически Вот На одно День Рождения Зашел Вот И то Случайно В общем Взрослая Жизнь Она такая Поэтому Да Лучше Бы сейчас Возможно Быть В школу С дневничком С этим С портфельчиком Ерундой Заниматься На уроках Было бы Классно Традиционная Обязаловка Хорошо У нас Нынешнем Месте Отсутствует Круговорот Подарочных Денег Почему Обязаловка Не знаю Мне Иногда Хотелось Искренне Все это Сделать С коллегами Можно Не всеми Проставляться Ну Нет Есть Когда Вот Прям Типа Скидываем Деньги А есть Когда Какая Прикольная Инициатива То есть Ты наоборот Пишешь Своим Коллегам Чуваки Короче Встречаемся Вот тут Тут у меня Днюха Всех Приглашаю Ну Всех Понятно Что не Всех Ну Там Свой Отдел Например Зависит От коллег От работы И от коллег Прикалывался Быстро Бегал Одно Дело Когда Вы Друзьями И Приятелями Друг Друга Жестко Прикалывать А другое Когда Это Целенаправленно Угнетение Издевательства Это Другой Момент Но Целенаправленно Угнетение Оно Скорее Было Больше Ну Данина Не знаю Целенаправленно И Просто Иногда Ну Люди Точнее В школе Есть Кто Кому Ну Как-то Я не знаю Пофиг Что ли То есть Он Не сильно Реагирует На это Вот И Ну Над ним Не знаю Мне казалось Вася Еще в Нас В школе Если Над кем-то Прикалывались То Не потому Что Хотели Там Уничтожить Да Типа А Скорее Просто Кто Больше Под жертву Подходит Ну То есть Понятное Дело Что Булить Проще Того Кто Меньше Сопротивляется Ну Это Блин Простая Логика Да Никто Не пойдет Задирать Там Старшеклассников Потому что Они Могут Дать Телюлей Вот Никто Не хочет Хотя Были У нас Истории Когда Старшеклассников Булили Вот Но Скорее Знаете Это Больше Было Похоже Как Воробьи Чирикают На Ворону То есть Никто Понятное Дело Никаких Физических Расправ Никаких Оскорблений Но Какие-то Типа Приколюхи Я помню Что Мы Когда В Интернет Клуб Ходили Туда Ходил Один Из Старшеклассников Из Одиннадцатого Класса Мы По-моему Были В Седьмом Или В Восьмом А он Был В Одиннадцатом Но Он Был Спокойный Типа Веселый Чувак И Мы Тогда Начинали Играть В КС Он Довольно Неплохо В Нее Играл Но Мы В Школе Типа Гигикали Причем Мы С Нем Были Как Б Знакомы Не То Чтобы Очень Плотно Но Знали Его Тогда Нам Казалось Что Это Довольно Смешно Потому Что Мы Играли В Все Все Играли В КС В Клубах И Вот Типа Но Он Хорошо Играл При Этому Он По-моему Я Даже Не Помню Почему Мы Так Зацепились За Него Но Но При Но Я Учился В школе В Центральном Районе Москвы Поэтому У нас В целом Прям Злых Каких-то Вещей Таких Ну То есть Не У нас Понятное Дело Тоже Были Чуваки Такие Которые Более Раскачанные Более Крупные Которые Вроде Бы Хулиганы Были И Вызывали Даже Детского Милиционера Или Как они Назывались Для Некоторых Личности Доходил До того Ну Потому Что Помимо Чуваков Которые Там Выбирают Себе Каких-то Жертв Над Которыми Можно Попроще Приколоться Есть И Частенько У таких Учеников Над Которыми Попроще Приколоться Есть Весьма Как-то Наброжная В общем Весьма Такая Активная Мама Из-за Которой Возможно Сын Как раз И является Такой Немножечко Человек Который Не может За себя Постоять Не то Чтобы Дать В лицо А что-то Ответить За себя За него Отвечает Мама И Понятное Дело Что Когда Сынишка В очередной Раз Кинули ему Кожуру От банана В портфель Не протухшую А достаточно Свежую Он мог Пожаловаться Об этом Своей маме И мама Прилетает В школу С милицией И прочим Чтобы разобраться И там Естественно Идут Разборки Такое У нас Тоже Бывало Чтобы Прям По жести Избили Еще Чего Такого Вроде Не было Хотя Уже В старших Прям Там Восьмый И девятый Класс Там Уже Тестостерон Из Парней Естественно Лез во все Стороны И подраться Хотелось По поводу Любой Херни Просто Ну У некоторых Не все Конечно Не все Поддерживали Подобные Вещи Но Там Еще Было Было Время Там Активные Футбольных Матчи Активных Футбольных Вот эти Хулигансы Прочие Дерьмо Время Этих Не нацистов Называлось Короче Время Носить Бомберы И Гриндерсы Такие Полу Какой-то Полу Скинхедов Да Точно Время Скинхедов То есть Понятное дело Что у нас Скинхедами Никто не становился Но Парни Выглядели Достаточно Агрессивно И поэтому Походить на них Типа Оф Клёв Плюс Вот ботинки С Титановой Вставкой Вот это Все И Времена Футбольных Матчей Активных Активной Стадии Стадии Боления Напротив Туберкулез Туберкулезный Диспансер Слева От него Морг Ну При Туберкулезном Диспансере Слева От школы У нас Был Больница Травмологическая Вот В общем Весело Жили Хотя Я помню Что Мертвяков И Гробов Никогда Там Не видел Вот Но Я всегда Знал Что это Морг Только Потом Во взрослом Возрасте Такой Типа Блин Серьезно Мы У нас Школа Напротив Морга Прям Весело И Туберкулезный Диспансер Вот И я Мы Смотрели С товарищем Где-то После школы Что-то Смотрели В окно И увидели Там Наших Одноклассников Соседнего Из Параллели Вот И одного Чувака Который По-моему Ушел В восьмом Классе Но Он Жил В этом Районе Поэтому С ним Общение Поддерживалось Потому что Какое-то Время Учились Вместе И вот Они Зачем-то Сначала Встретились О чем-то Потрындели Потом Внезапно Зачем-то Одни Начали Избивать Других Одноклассников Вот За что-то Точнее Двое Начали Избивать Одного Ну Типа Просто Ну То есть Там Особо Не до крови Но Тем Кого избивали Был чувак Но Его Не били Видимо Цель Была Не он Вот Потом Они Решили Его Избить Заодно Потом Кто-то Еще Подбежал И Начали Бить Тех Кого Они Били В итоге Все Это Ничем Не Закончилось Выглядел Так Как будто Конфликт Но В итоге Потом Все Спокойно Друг С Другом Общались И Не Был Никаких Проблем Ты Вспоминаешь Этот Момент Думаешь Нахера Это Все Было Просто Тестостерон Просто Всем Хотелось Помахать Кулаками Вот Был Так Был Так А где Кстати Школьные Времена Но Я не Помню У нас С 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 У нас вообще Ситуация Была Забавная Что В девятом Классе У нас Была Конфронтация Такая На ножах С параллелью Мы учились По программе 1-3 Это когда Ты из третьего Класса Переходишь Сразу В пятый А была Параллель Которая Училась 1-4 То есть У них Был Четвертый Класс Это ребята Которые Были На класс Выше То есть По сути Для нас Старшеклассники Но в пятом Классе Нас всех вместе Свалили В одну Кучу И мы Стали Скажем так Одноклассниками Только с разными Параллель То есть Если раньше Было Первый А Первый Б И второй А Второй Б То в пятом Классе Это стало А Б И Подожди У нас не С Д А Б А А я забыл Какие у нас Еще буквы В А В Е А Б В Е У нас Бы По По-моему Или А Нет А Б В Г Вот А Б В Г Мы Были В В Класс А Вот И В итоге Ты Как бы Становишься Параллелью И Они Становятся Ну Такими Типа Неприятные Неприятные Отношения У них Есть Был Чувак Точнее Бугай У нас Был Бугай Они Конфронтации У них Был Чувак Такой Буллинг У нас Был Такой В общем Были Вот Такие Подвижки Сдвижки Подвижки Но В итоге В девятом Классе Был Общий Общий Выпускной И Все Классы Просто Забухали Вместе Точнее Там Сложная История Того Что Бухать Естественно Как обычно В школе Это Все Запрещено И Никакого Бухача Быть Не Может Какой О чем Вы С ума Что Посходили Но В итоге Какими-то Хитрыми Оба Хитрым Образом Чувакам Там Они Короче Они Как-то Умудрились Законтачиться Принести На Выпускной Бухло Забухать Вместе И в итоге Все Покарифанились В итоге После В Десятый Одиннадцатый Десятый Класс Они Шли Уже Типа То есть Там Появились Общие Компании Общие Тусичи И все Это вообще Особенность Русского Народа В том Что мы Друг друга Просто Ну По умолчанию Ненавидим Ну То есть Все Вокруг Суки Мрази Сволочи Твари Вот И вообще Ближе Но Стоит Нам Бухнуть Вместе И все Уже Чуть ли Не Братья Я Порву Любого И вот Это Вот Все Это Очень Странное Свойство Которое Как Почему То Очень Часто Происходит Именно В Русских Русских Народов Не знаю Как Почему Это Работает В общем Через Бухач Открывается Душа То есть Мы Закрыты Обычно То есть В России Люди В большинстве Своем Более Закрыты Особенности Жизни В этом Мире Особенности Жизни В этой Стране Но Когда Раскрываемся В основном За диалогом Забухачем Раскрыться И Становимся Несколько Ближе Мы Начинаем Понимать Что Человек Не так Плох Точнее Даже Не так Что Так Плох А Мы Понимаем Что Он Неплох Мы Понимаем Что У него Там И он В целом Неплохой То есть Мы Хмуримся Друг на друга Пока Друг друга Не знаем А стоит Нам Узнать Друг друга То Понимаем Что Ну Не всегда Конечно Так Бывает Иногда Мы Все равно Встречаем Людей Которые Что Снаружи Говно Что Внутри Говно Вот Если Ты во всех Видишь Сволочей Никогда Не Разочаруешься Почему Может Среди Этих Сволочей Есть Вполне Хорошие Люди Которые Возможно Тебе Помогут Возможно Даже Вполне Бескорыстно И возможно Ты Даже Однажды Поможешь Этим Людям Так же Бескорыстно Потому что Они Хорошие Люди Ну То есть Мир Не состоит Из Говнюков Но Так Кажется Но Хороших Людей Тоже Достаточно Много Вот Такие Умные Изречения Умные Изречения А если Ты Будешь Считать Что Все Вокруг Сволочи Так ты И сам Сволочь Тогда Ты И сам Сволочь Че Хорошего В мире Состоящих Полностью Сволочей Все Таки Было Неплохо Объединяться Если Если Уж Сволочей Реально Подавляющее Большинство Было Неплохо Объединиться Как раз С теми Кто Не Сволочь Но Для Этого Надо Выяснить Да План На жизнь Школа Тубис Морг Наша Школа Стояла Напротив Школа Искусств Которая Стала Потом Заброшкой Впоследствии Бретоном Наркоманов День Учишься Три дня Бухаешь Я Учился В Гем Ну Да Мне Сложно Я Не Пью Фигово Жить В этой Стране Когда Не Бухаешь Но Я Б Не Сказал Что Фигово Но Порой Бывает Сложно Да Порой Бывает Сложно Диалог Забухи Чем Лучшая Замена Психотерапевта Поэтому Эта Профессия В России Не Приживается Сволочи Хватит Помогать Друг Друг Не Сволочи Генерируют Сволочей Они Не Помогают Друг Друг Потому Что Ты Ну То То Ты Хороший Человек Например Но Тебя Окружают Сволочи И Рано Или Поздно Ты Такой Да Пошли Все Нахер Почему Я Воспитанный Зачем Это Все Зачем Меня Воспитывали Когда Вот Мудила Вот Он Творит Хуйню И ему За это Ничего Нету Почему Я Не Могу Быть Таким Мудилой Вот Мудила Едет По Обочине А Я Стою В пробке Вот Второй Мудила Третий Вот Уже Двадцать Мудил Проехали По Запрещенной Полосе А я Стою В пробке Приличный Приличный Человек Который Хорошо Воспитан С хорошими Родителями Я Стою В пробке Нахера Я Уже Через Полчаса Могу Быть Дома Как Мудила Я Могу Быть Мудилой И Буду Дома Через Полчаса И ты Включаешь Мудилу И едешь И все И вот Добро Пожаловать В мир Мудил И так Их Становится Больше То есть Когда Ты Видишь Как Один Мудила Делает Какое-то Мудатское Действие Ты Оно Вот Как Это Как Dark Force Оно В тебя Проникает Такой Да Нахер Я Тоже Буду Таким И в итоге К чему Это Приводит Потому Что Во-первых Все По-прежнему Будут Стоять В пробке Потому Что Чисто Физически Объезд По Обочине Только Генерирует Пробку А не Создаёт Объезд Это Не Объезд Езда По Обочине В конце Концов Приходит В тот же Поток И Замедляет Его Так Что Это Проблема Для Всех Абсолютно Пробка Не Рассосется Быстрее Если Ты Объехал Ее По Обочине Для Тебя Лично Да Для Всех Остальных Людей Нет Откуда Ты Знаешь Может Эти Обочечники Нормальные Люди Ты С Нем Не Бухал По По Их Действиям Они По Ступили По Мудацки Так Что Тут Все 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 Просто Ну То Действия Тоже Тебя Показывают Они Вряд Ли Уже Хорошие Люди Потому Что Они То Нет Они Могут Там Семь И Прочее Но Он По Мудацки И Показывает Всем Своим Удачество Ну Типа Что Тут Что Тут Еще Ну То Это Как Это Встречают По Одежке Вот 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 Она Одежка Вот Вот Жест Жест Свойственный Мудакам И Ну Типа Все Все Ну И Следовательно Так Тот Кто Едет По Обочине Например Он Вряд Ли Думает О Другом Обочечнике Он Ни О Ком Не Думает Человек Который Идет Против Законов Общества Он Уже Ни Ком Нему Посрать Он Отключил Сво Человеческое Сосуществование Он Думает Только То есть Если Вы Делаете Какое-то Действие Против Общества Исключительно В свою Пользу То Ну Все Все Как бы О чем Тут Можно Говорить Вы Задумались Только О своей Жопе Вас Волнует Только То есть Понятное Дело Что Каждого Человека Я Понимаю Каждого Человека Волнует Только Своя Жопа Естественно Ты Все Живешь Свою Жизнь А не Чужую Но Живя В обществе Ну Стоит Задумываться О окружающем Ты все-таки Среди Других Людей Живешь И Какую-то Часть Оперативной Памяти Своей Ты все-таки Можешь Выдать На общество Я не говорю О том Что ты должен Сто процентов Всем помогать И прочее Но Как-то Задумываться О том Что Самой Простой Фразой Есть Очень Простая Фраза Которая Делает Всю Аналитику Ситуации За тебя Мешаю ли я Кому-то Вот и все Если ты подумал Все взвесил И понял Что ты кому-то Мешаешь То в целом Все нормально Да Возможно Ты пострадаешь Но ты Ты Ну Ты не один Страдаешь Если что В пробке Не то чтобы Ты один Стоишь в пробке А все остальные Тебя объезжают Нет Все сука Стоят в пробке Ты сука Из мяса Костей И крови Точно такой же Как и все остальные Сидишь в точно такой же Железной коробке Как и все остальные Точно так же Сидишь в пробке Ты не особенный Сука Ты просто кусок мяса И таких кусков мяса На этой планете Еще 7 миллиардов Или 8 уже Сколько там нас наплодилось Вот И В данном случае Ты живешь С этими людьми В одном городе И ты стоишь В одной пробке И она для всех Одинаковая Для всех Эта пробка Абсолютно одинаковая Нету в этой пробке Кого-то больше Кого-то меньше Так Так блять Устроено общество В котором ты живешь Вот и все С этим ничего не поделаешь Если ты конечно Не обладаешь Суперспособностями И не можешь Не знаю Вылететь Твое тело Может вылететь Из машины И пролететь Над пробкой Тогда вперед Полетели Но в данной ситуации Все находятся В одинаковой Абсолютно одинаковой Ситуации И следовательно Если ты решил Сука Что ты такой особенный Что для тебя Разрешено Объехать пробку По запрещенной Зоне То сука Какой Почему общество Должно о тебе думать Почему я Стоя в пробке Должен считать тебя Хорошим человеком Нет Ты мудила Ты стопроцентная Мудила Потому что ты забил Хуй на меня А я посылаю Нахуй тебя Все Все очень просто Это простая математика Ты совершил Херню За нее И платишь Поэтому Ну типа Сложно считать Человека Который Совершил Херню Да Я понимаю Что это не преступление Как бы Типа Не убийство Никто не умер Но это Знак Это знак Отношения К окружающему Тебя миру То есть Если ты сейчас Здесь Например Проехал По обочине Наплевав На всех Остальных Кто стоит В пробке В целом И еще Нагадив Потому что Факт Это просто факт Объезд По Выделенной Не выделенной А по обочине Также Замедляет Продвижение Тех Кто просто Стоит в пробке Потому что Рано и поздно Ты вклиниваешься С той стороны Где Ряда Больше нет То есть Если бы ты Выехал И поехал И все нормально Окей Но В итоге Ты вклиниваешься Это замедляет Ряд Который едет Который стоит В том числе И так уже В пробке А ты его еще Больше замедляешь Поэтому Вот и все Вот Это Так оно и работает Можете Видео умные Посмотреть В интернете Которые показывают Как это Как это устроено Потому что Ну магии нет А если На дороге Условно Три ряда Или два ряда Если ты Выехал На Сделал себе Плюс один То их не станет Больше Их все равно Останется два ряда Следно Если ты сделал Третий ряд То потоку Будет Еще сложнее Если он Сейчас В пробке Стая Если сейчас Поток Еле едет То если Ты сделаешь Третий ряд И потом Его будешь Вливать В каком Там Месте Где мост Сужение То Все равно Будет Еще тяжелее Еще тяжелее Следовательно Для тебя Общество Значит Меньше Зачем Уже Почти Ничего Не значит Для тебя Все эти Люди В пробке Это Мразь Скоты И Мне кажется Даже не так Ты даже Не думаешь О них Так Ты просто Не думаешь То есть Не обязательно Как-то Думать Можно Просто Не думать Об окружающем Если Это В следующий Раз Ты Припаркуешься На Инвалидном Месте В следующий Раз Ты Не знаю Пройдешь Без очереди Потому что Ну тебе Похер Тут же Тебе Похер Ты Заботился О своей Жопе В следующий Раз Ты будешь Только О ней Заботиться Но Принцип Жизни В обществе Это Не просто Заботиться О своей Жопе О которой Мы Естественно Все Заботимся Ну и Смотреть По сторонам Вот и Все Если Каждый Из Нас Каждый Из Будет Немножко Смотреть По сторонам И Иногда Жертвовать Своей Жопой Счастьем Своей Жопы Чтобы Чужая Жопа Тоже Немножко Порадовалась То Мир Определенно Станет Лучше И Больше Того Мы Перестанем Ненавидеть Друг Друг И Видеть Друг Други Сволочей Потому что Когда Перед тобой Человек Тебе Скажет Да Ничего Проходите Вперед Вы Просто Представьте Вам Так Вам Человек Проходите Вы Охуеете В России Вы Охуеете Вы Подумайте С вами Что-то Не так Вы Подумайте Что Может Это Иисус Может Иисус Может Это Иисус И он Меня Пропускает В очереди Вперед В Пятерочке Для Для Российского Человека Это Просто Шок Если Кто Вам Делает Какое Добро Просто Так Вы Сразу Начнете Может Это Подвох Может Это Подстава Может Это Розыгрыш А в Нормальном Цивилизованном Мире Это Ну Типа Это Типа Норм Вы Скажете Спасибо Да Улыбнетесь Может Быть Даже Заведете Диалог Какой Понимаете Вы Можете На Этой Почве Можете Новых Друзей Себе Найдете А Когда Вы Считаете Друг Друга С Волотами Свиньями С Волочами Без Причинно Естественно Конечно Вряд ли Вряд ли Вряд ли Какая-то Дружба Заведется А Вот За такие Рассуждения Я люблю Пашу Отлично Я счастлив Павел Водитель Наболела Ну У меня Есть Права Но Это Вещь Которая Которая Проще Всего Показывать Какую-то Вот Ну Эти Вещи Демонстрируют Людей Ну То есть Например Я уже Рассказывал Ситуацию Когда Вот У меня Во дворе Это Было Выходные Дни Большинство Парковок Свободны Приезжает Кра Ярко Нарочито Ярко Красный Каен Встановится На Бордюр Под Желтой Линией Желтая Линия Означает Что Парковка Здесь Вообще Запрещена То есть Ты вообще Не можешь Но Машина Заезжает На Бордюр Причем Бордюр Ровно По Ширине Каена Поэтому Из него выходит Баба Это не женщина Это явно Бабища Вот такая Я уверен Что она еще По общению с ней Наверняка еще Хабалка Но Не суть Может быть Нет Вдруг Она Добрая Семьянин Но Она Тупая Определенно Довольно Тупая Выходит И идет Она Заходит За дом Там Салон Красоты Вот Она Идет Туда Максимально Поебански Поставить Машину Это Вот Мне кажется Что таких Людей Надо Просто Ограничивать От Общества У нас Должна Тюрьма Для Людей Которые Не Умеют Жить В Тюрьма Это Наказание Должна Быть Как-то Исправительная Колония Может Или Исправительное Учреждение Может Диспансер Исправительный Где Людей Будут Учить Жить В этом Обществе Потому Что Ощущение Что Они Не знают Иногда Тебе Кажется Что Они делают Это Не со Зла Не специально Припарковался А просто Потому Что Она Даже Не думает То Есть Ну Полно Парковоточных Мест Я же не говорю Что Там Все Забито Полно Они Впереди Перед Тобой Они Даже Есть Напротив Твоего Этого Салона Красоты Там Могла Припарковаться Почему Ты Ставишь Свою Машину В Запрещающем Месте В Запрещенном Месте В Принципе И Тебе Похер Вообще Но Это Вещи Которые Больше Лучше Всего Замечаются На Которых Можно Проще Все Построить Пример Точила На Бордюре Вдвоем Легко Набок Перевернуть Как Ты Это Сделаешь Какая Разница Тебе На Бордюре Она Стоит Во-первых У Машин В Большинстве Машин По Моему Только Мерцовская Ашка В Одно Время Стордала По Подобной Проблемы Но Большинство Машин Довольно Низкий Центр Тяжести Может Казаться Что Довольно Легко Перевернуть На самом Деле Во-первых Большинство Машин Весят Около Тонны А то и Больше Мне кажется Довольно Сложно Руками Поднимать Машину Да Вот А во-вторых Центр Тяжести У них Все равно Достаточно Низкий Поэтому Они Имеют Особенность Находиться На Таких Под Таким Углом Что Все Еще Не Переворачиваются Там Их Надо Очень Знатно Перевернуть Это Раз Два Три Он Стоит Ровно На Бордюре Я имею Ввиду Не Бачком А Во Весь Бордюр Ну То 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 же Самое Что Ты Будешь Переворачивать Машину Просто С И Вы Протыкаете Машине Колеса Потому Что Очень Сильно Разозлены Так Машина Никуда Не Уедет Больше Она На Этих Колесах Должна Ездить Ты Пробил Средство Для Передвижения Автомобиля Что Ты Тобиваешь Что Она Улетит Ой Мне Пробили Колеса Я Полетела Нет Она Так И Останется На Этом Месте Даже Может Хер Забить На Не Потому Четыре Колеса Замена Это Большие Деньги И Возможно Она Прям Сразу Тебе Их Не Достанет Из Багажника Из Бардачка Так В общем Такие Вот дела Да нет Но Порча Автомобиля Опять же Порча Автомобиля Или Порча Там Надписи Какие-то Они Не Придадут Ума Это Надо Работать С Человеком Проблема Здесь В Человеке Машин То Ни В Чем Не Виновата Не Она Паркуется Виноват Человек У Которого В Голове Просто Даже Если Вы Такие Начнете Делать Замечания Подобным Людям Типа Как Видите Вот Вам Скажут А че То есть Не Будет Такого Что Как Интеллигентно Перед Вами Наш Ой Да Простите Никто Такие люди Какой Чувак Который На Гелике Паркуется Не знаю На Инвалидном Месте Он Не Будет Перед Вами Дрожащим Голосом Извиняться Ой Да Мне Тут Быстро Мне Там До Магазина Надо Сейчас Печенечек Купить Нет Он Скажет Пошел Нахуй Отсюда Ёпта Я Ща Друзей Ёпта Позову Ты Бля На Кого И Таких Людей Надо Исправлять Надо Не Мальшины Исправлять Надо Людей Исправлять Ну Надо Выскоренять Подобное Надо Либо Ну Хотя Мне Кажется Что Подобное Уже Не Исправить Это Надо Было В школе Отучиться Чтобы Как-то Понимать Принципы Какие-то Я Не знаю Может Общество Знания Может Отдельно Предподавать Что-то Такое Жизнь Надо Завести Курс Жизнь В Обществе Лучше Мента Позвать Так Мент Не Приедет Потому что Это Херня У нас Нету Подобного Нету Подобной Культуры У нас Нету И че Мен Вот Чувак Да Ты Знаешь Что Мои Друзья Скажет Менту И Опять Жену Выпустят Штраф 2000 Рублей Две С Половиной По-моему Или Ну Не Выпишут За Неправильную Парковку По-моему 5000 И По-скидке Две с половиной Ну вот Водитель Женщина На красном Каене Вы как Думаете Две Две с половиной Тысячи Рублей Как-то Вправит Ей Мозг Абсолютно Она Посчитает Что Тут Проблема Корневая Они Будут Считать Что Они Правы Они Будут Считать Что Это Просто Какая-то Претензия Какая-то Просто Просто Хотят Докопаться До Них И все Что 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 Проблема В отсутствии Понимания Вообще Корни Проблемы Деньги Штрафы Наказание Любое Наказание Будет Восприниматься Ну как Собака Знаете Типа Вы на нее Покричали Она же Понять Не может Что Происходит Типа Только Если Вы Не знаю Поймали За процессом Гадине На ковер Вот Только Тогда Она Более Менее Поймет Что Причинно Следственное Что Вот Ну и то Она слов Ваших Не поймет Она Чет Ну вы Ругаетесь Чем Недовольны Чет Хозяин Недоволен Чего Поэтому Тут Тут Туда Типа В голову Вкладывать Такие же Люди Их Можно Стращать Но Только Законом Но Не у Не у Всех К сожалению У некоторых Атрафировались Эти Свойства Понимания Окружающего Мира Вот Все Приезжают Еще Как И Эвакуируют Очень Не всегда Очень Не всегда Почти Никогда Больше Того У нас же Работает Часть Система Этих Стукачей Ну Это Звучит Довольно Грубо Но Это Типа Ответственная Гражданин Типа Ты можешь В целом Давно Существует Система Что Если Ты видишь Какое-то Правонарушение Там Вот Парковка На газоне Например Ты можешь Сфоткать С разных Сторон И отправить Там Куда-то Там В какие-то Есть Приложения Куда-то Можешь Отправить Но Все Что Ты добьешься Это Штраф Пролетит И Все И Этот Штраф Просто Будет Оплачен И Забыт Я Об этом Говорю Что Штрафы Не Людей У которых Есть Деньги Их Штрафами Ты Не Напугаешь Это Не Это Не Наказание Для Ни Просто Деньги Они Заработают Еще Как Я Как Я Говорил Уже Много Раз Для Это Для Нас Там С вами Для Бедняков Там Превышение Скорости Это 500 Рублей А Для Человека Которые Не Знал Которого Феррари Для Для Него Пронестись По Кольцевой Москвы На Скорости 110 Это Просто Полтинник Просто Полтинник На Аттракционы Кинул И покатался Все Херня Понятное дело Что у нас Есть Система Если Ты Превысил Вот Так И Так То Отбор Прав Но Все Это К сожалению Работает Все Еще Через Одно Место План Выполнили Ну Не то Чтобы План Выполнили Права Отбираешь Покупку Прав Запрещаешь Ага Ага Ты думаешь Таких Законов Что ли Нету Есть Есть Еще Закон О систематических Нарушениях Через Которые У тебя Тоже Могут Права Отобрать Но Разве Это Работает Это К сожалению Все Строгие Законы Которые Рисуют Как раз Для Строгих Нарушителей Работают Чаще Всего Против Не Строгих Нарушителей Работают Чаще Всего Против Людей Которые Как раз Не Могут Себе Позволить Заплатить Там 50 тысяч За штраф Или Что Типа Того Работает Отъем Прав Чаще Всего Работает Именно На Бедняках К сожалению А Люди Которые Вне Закона Для Них Это Херня Все На Кому Надо Позвонят Суть Не В сумме Суть Потрачено Времени На Штраф Какое Потраченное Время Тебе Смс Приходит На Твой Банковский Счет Точнее Твое Приложение Банковское Вот Вам Штраф На 2 500 Оплатить Все Все Какое Время Какие Ты Не Стоишь В Очередях Ты Просто Нажимаешь До Оплатить У тебя Не знаю 2 ляма На счету А тебе Приходит Штраф Да Даже Какие 2 ляма То есть Я не знаю Мне кажется Что у Богатых Людей Там На счету Может быть Не знаю Ляма В 10 Например У тебя Приходит Штраф 2 С Половиной Тысячи Рублей Твои Действия Нажать Оплатить И ехать Дальше Все У кого Туда Автоплатеж Включен Саша 0090 Закидывает 100 бицов Спасибо Спасибо Эти вещи Эти вещи Они Заложены В воспитании И образовании Исключительно Ты будешь Уважать Окружающих Людей Исключительно Если В тебя Ты и будешь Соблюдать Права Правила И прочее Исключительно Если тебя нормально Воспитали Если твои родители В тебя это вложили И ты Эти Вещи Воспринял Осознал И понял Что Правила Существуют Не для того Чтобы Ситуации разные И правила Разные Об этом Можно отдельно Поспорить Но в основном Большинство Социальных Правил Существуют Не потому Что кому-то Так захотелось Или кто-то Хочет тебя Наказать А потому Что Видимо Был в мире Прецедент Который Приводил К плачевным Ситуациям Как Проще Все сказать То есть Например Все Правила Дорожные Они написаны Кровью По сути Вы думаете Почему Вот есть Правила Серии Помеха Справа Да Вот В автоправилах Есть такое Святое Скажем так Правило Это помеха Справа Что ты всегда Должен Уступать Сейчас Да Ты должен Уступать Машине Которая Находится Справа Казалось бы С чего Друг Это что Это Какая-то Власть Правшей И как-то Заговоры Масонов Нет Все просто В нашей стране У нас В основном Праворульные Машины И водитель Чаще всего Сидит Нет Стоп Слева Слева У нас Леворульные Машины И водитель Сидит Слева Ну то есть Вот машина И в машине Водитель Сидит С левой стороны Следовательно При перестроении Машина Которая у вас Справа Ну то есть Если вы Врезаетесь В машину Которая у вас Справа Вы попадаете Всегда в водителя То есть Это Максимальный Риск Для водителя Следовательно Правило Построено По такому принципу Что вы Всегда должны Ну Зависит От знаков И прочее Но одно Из важнейших Правил На дороге В нашей Стране И прочее Это Вы должны Уступать Машине Справа Потому что Если вы Не уступаете То при аварии Вы попадаете В водителя И есть Шанс Летального Исхода Для человека Не важно Там Кто он Что он Но Правила Пишутся Чтобы люди Не умирали Скоростные Режимы Ограничиваются Чтобы люди Не умирали Понятное дело Что Есть нюансы Технологии Развиваются Технологии Безопасности Развиваются Технологии Дороги Становятся Лучше И прочее Сейчас Там Скоростные Режимы Можно Увеличивать И прочее Или уменьшать И всякое Такое Это зависит От класса Автомобиля Но Законы Подобные Правила Дорожного Движения Частенько Пишут Почему Там Все время Уступать Пассажирам Притормаживая Пассажирам Уступать Пешеходам Притормаживать Перед Пешеходными Переходами Технологии Бывает Всякое Бывает Подобные Вещи Пишутся Подобные Вещи Как Правила Дорожного Движения Пишутся Были Написаны Кровью Потому что Произошли Инциденты Из которых Сделали Выводы И постарались Эти Инциденты Уменьшить Понятное дело Что Некоторые Законы Современного Мира Написано По поводу Какой-то Херни Нет Они Написаны В том числе Из Прецедентов В том числе Другой вопрос Что они Не очень Продуманы Это Другой вопрос Но точнее Только что Помеха Справа Работает Лишь там Где Неопределен Приоритет А то Сейчас Научишь Плохо Ну Во-первых Я никого Не учу Потому что Я не Не учитель А во-вторых Это одно из правил Которые частенько Работает В перестроении В автомобильных Понятное дело Что есть еще Приоритет Светофора Знаков И всякого Такого Главной дороги Второстепенной дороги Но Это простой Пример Того Почему Типа Закон Не просто По приколу Сделан Правила Точнее Дорожное движение Не просто По приколу Реализовано Потому что Есть Конкретный Прецедент Из-за чего Так Сделано Ой Ударил стол Ударил стол Если движение Левостороннее Ну то значит Наоборот Все Значит наоборот Странно По-моему Четко И понятно Что тротуар Это элемент Дороги Отведен От проезжей Части бордюром Или газоном Да Когда уже Летающие машины Будут летать Там наверху И не мешать Да все равно Будет У воздушного Пространства Тоже есть Свои правила Несмотря на то Что оно Объемное И прочее Все равно Есть правила У водного Пространства Есть свои правила У дорожного То есть У всего Есть Потому что Так устроено Когда будет Много летающих Машин И же будет Много Единственная Вещь Которая На мой взгляд Может исправить Дорожное движение И обезопасить Максимально Процесс Вождения Это конечно же Умный Транспорт Который Сможет Связываться В единую сеть И работать Синхронизироваться Друг с другом И не попадать В аварии Ну то есть Условно Машина Которая На подсознательном На уровне Микросхемы Знает Положение Другой Машины Ее Скорость Ее Скорость Прибытия В определенную Точку Она просто По алгоритму Может не врезаться В другую То есть Вплоть до того Что Машины Оборудованные Точнее Находящиеся В одной Сети Они могут Довольно На высоких Скоростях И перестраиваться Ну во первых Им не надо будет Вообще Даже перестраиваться Во вторых Они смогут Это даже Это может быть Даже условно Бессветофорная Система Потому что Если машины В сети Четко понимают Где там Едет какая машина И в какой момент Времени Они будут приезжать То они могут На полной скорости Проезжать Мимо Через перекресток Потому что Просто не пересекутся Потому что Это не человеческий Мозг А электронный Который построен По строгим Алгоритму И Он Не ошибется Но Это Это К сожалению Еще Очень нескоро Если вообще Когда-нибудь Будет реализовано Хотя Может быть Однажды Так Павел Стал утопистом Нет Я очень часто Кстати Рассказывал Мне кажется Я раз 5 Или 10 Рассказывал Про идею Системы Ну Это Скажем так Это не моя идея Она давно Определенно Внедряется В какие-то Задачи И мне кажется Будет внедрена В электронные Автомобили В электронные Такси Автобусы Всякие Это система Распознавания Свой-чужой Условно Свой-свой Когда Внутри Транспорта Будет стоять Некая Сеть Которая Будет определять То есть Ты не сможешь Попасть в аварию Машина не сможет Попасть в аварию Потому что Она будет Заранее знать Местонахождение Машины Машин Всех машин То есть Сеть автомобилей Когда они Будут просто Пересекаться И все Ладно Спич Вторничный Спич Первый Сентября Вторничный Спич Произошел Опять на почве Автомобилей Потому что Ну Это вещь Которая Мне более-менее Понятна И мне через нее Проще всего Объяснять Поэтому Можно Можно Потихонечку Переходить К Новостям Часу Я час С вами Трещал Ну вот Видите Как Бывает Иногда Люблю я Потрещать Просто Я тут С вами Почему Потому что Я люблю Потрещать Это вот Моя Моя Суперспособность Трещать Про всякое Про разное Разминочная Бомбежка Да не бомбежка Почему Рассуждение Рассуждение Часовой треск Да Часовой разгон Не знаю Мне нравится Вам может быть душно А мне нравится Мне нравится разгонять Какие-то темы И по поводу них Что-то Что-то Лучше чем Я просто буду Сидеть Знаете Так Это что А что мне Сделать Ладно Новость Новости Это будет работать Если все машины Будут такими У нас В ходу Всякие Тазы Еще лет 100 Будут И бухой Вася Всегда Сможет Полететь В тебя Но Это только Вас А остальные Автоконцерны Стремятся И к Электрификации И к Компьютеризации И прочему Но стоит Отметить Например С одной стороны У нас есть ВАЗ Который Никуда Не стремится Хотя даже Они начали Делать Достаточно Достойные Внешне Выглядящие Машины Но Концерны Стремятся Какой-то Компьютеризации Транспорта И Мне кажется Со временем Это станет Весьма Повсеместной Историей Но Не знаю Лет 10 Должно пройти Чтобы большая Часть автопарка Мира Стала Какой-то Вот такой Систем Хотя Тут же Стоит Понимать Что Можно Не самую Современную Машину Оборудовать Подобным Вопрос Инженерии И Компу Мне кажется Что Мне кажется Что Со временем Найдутся Умельцы Инженеры Которые Будут Создавать Не машину Компетизированную А Некий Софт И железо Которые Смогут Интегрировать В достаточно Свежий Транспорт На котором Нету Подобного Скажем так Бортовые Компьютеры Это не Новость Уже Достаточно Давно Современные Там Иномарки Да И не столько Современные Уже Там Не знаю Лет 5 Или 10 В машинах Есть Условный Муха Триггер Что же Чтобы Мух Не ходить У нас Гость Сегодня Отнесите Пожел Вот Взяли Прогнали Ну Вот Что Что С вами Люди Прилетел Гость Прилетела Муха Прогнали Гости Я Рад Главное Чтобы Не на Лицо Садилось Вот И все Сел Занавес Нормально И брат Сначала Подлож Что На Экране Пятно Какое В общем Будут делать Какие-то системы Которые Можно интегрировать Бортовой Компьютер Для Машины Современной Это не что-то Сверхъестественное Давно Отвечает За впрыск Топлива Воздуха И еще Всякие Разные Анализаторы Системы Давления И Всякого Разного Лет Через 5-10 Мне кажется Машины Будут Бортовые Компьютеры Точнее Автомобили Будут Еще умнее Если Это Можно Будет Как-то Приспособить Какие-то Электронные Устройства Которые Датчики Фигатчики Которые Будут В том числе Работать То есть Условно Выходит Какая-нибудь Новая Тесла Полностью Оборудованная Подобной Системой А Сторонние Ребята Предлагают Вам Для вашей Не Теслы Комплект Оборудования Который Вы можете Установить И Ваша Машина Начнет И вашу Машину Тесла Начнет Распознавать И вы Начнете Распознавать Теслу Но вы При этом Будете Ездить Не до Тесла Я не думаю Что это Что-то Сверхсложное Мне даже Кажется Что с Развитием Технологии Даже на Какой-нибудь Старый ВАЗ Подобное Дерьмо Можно Будет Поставить И Не Бариться Новости Новости Примитивные Борткомпьютеры Уже лет Тридцать В машинах А не Десять Тем более Ну я имею Ввиду Что-то Более Серьезное Такое Ну например Там Отвечающие За Есть же Системы Системы Мне кажется Лет 5 Или 10 Существует Системы Автоматической Парковки Фокусах Фокусах Еще Завозили Я правда Не помню Какой Третий Витерац Или в Мандео Завозили Я помню Рекламу Еще Видел Как минимум Да Это Бортовой Компьютер Который Может С помощью Камера Ценить Пространство Расстояние Не Что-то Сверхъестественное Это уже Достаточно Обыденные Такие подобные вещи Ну не во всех Понятно что В бюджетных Машинах Их мало Но в бюджетные Машины Подобные Ставят при большом Пакете Если вы Серьезный пакет Оборудования В машину Ставите То у вас Уже может быть Как это автоматические Вот эти роботы Как минимум То есть Система Которая может Контролировать Управление Газ И Вращение Руля Все А дальше В современных Мерседесах Ну Самые По-моему Продвинутые В этой теме Это Вольво Они Намного Раньше Других По-моему Создали Это невероятные Системы Торможения Наверняка Я думаю Вы видели А если Не видели Посмотрите Загуглите Системы Торможения Вольво Когда Тягач Огромный Грузовик Тормозит На очень Коротком Расстоянии Быстро Успевает Затормозить Там просто Смотришь Как Как Они Это Сделали Есть Правда По-моему Видос Где Вольво Не удается Тормозить По-моему Их Новые Машины Она Не Затормозила Перед Акционерами Но Не Сбила Скорость Маленькая Но Просто Не Затормозила Но В целом Да В Мерсах Стоит Система По-моему В том числе Оповещение В том числе Резкого Торможения В том числе Снижение За дорогой И торможение Если Водитель Не успевает Тормозить Вот Все Система Которая Может Отвечать За газ За тормоз За руление За подруливание Все Следственно Через пять лет Если большинство Машин Будут выпускаться С подобными Подсистемами То Ты просто Делаешь Специальный алгоритм Делаешь Чипы Специальные Которые позволяют Просто не врезаться В машину Она просто знает О существовании Они передают Друг другу информацию И одна машина Знает По другую машину Все Объединимся Машина В единую сеть Почему Начала играть Музыка Из терминатора Та-дан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан Новости Друзья Уступ гейма Началась Steam Game Gauntlet Или уже идет Но я только сейчас заметил Вскоре После выхода Tell Me Why Игроки обратили внимание Что приключение Недоступно В Steam И Microsoft Store В России И некоторых других странах Представители Microsoft Дали комментарий По поводу ситуации Но отказались Назвать причину Снятия игры Из продажи Они сказали Что даты Ошиблись Что типа Неправильно Дату Вписали В Store Поэтому игра Там как-то не появилась Но теперь игра Исчезла И Steam Напомню Что в игре Есть Трансгендер По-моему Трансгендер Да? И вот И многие предполагают Что именно из-за этого Игру Схлопнули Убрали из сторов Потому что Ну от греха подальше Какую-то пропаганду Еще не привязали Разработчики Valorant Считают Жалобы игроков Одним из самых Эффективных Инструментов Борьбы с читерами При этом Жалобы Использует И система Vanguard Чтобы решить Стоит ли уделить Игроку Особое внимание Ну мам Он читерит Окей Забанит Китайские СМИ Китайским СМИ Удалось узнать Подробности О видеокарте Которую разрабатывает Apple Для будущих Макбук На ARM Проект носит Кодовое имя Лифука И должен быть Быстрее Чем встроенная Графика От Intel В актуальных Макбук Про 13 Ну посмотрим В новом В новом выпуске Рубрики За кадром Fall Guys Окей Bloomberg Новую Apple TV Покажут Не раньше 21 года Не жду По данным VGC В EGC Ремастеры 3D игр Серии Super Mario Супер 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 Марио Галакси И Супер Марио Галакси 2 Должны Были Выйти 13 сентября Расширенное Издание Супер Марио 3D World В октябре Ноябре Google Запустила функцию Nearby Share Для большинства устройств На Android 6 и выше Обмен с окружением Позволит быстро Передавать данные Между устройствами И не требует Подключения к интернету Владельцам смартфонов Google и Samsung Функция была доступна С 4 августа На большинстве Android устройств Появилась функция Nearby Share Аналог Apple AirDrop Для передачи данных Подождите AirDrop же По-моему Через интернет Передает мне Как это работает Расскажите мне Я просто никогда не понимал Мне всегда казалось Что AirDrop Это такая Это такая Замена Передачи файлов По Bluetooth Но работает через интернет На самом деле Если у вас нету интернета Или всего Соединения То вы все равно Ничего никому Не AirDrop Или я не прав Или просто Как оно работает Расскажите Расскажите Умные люди Расскажите мне Я просто всегда Не понимал Считал что это Как это магия Ubisoft Начала Раздачу С протагонистом Трансгендером Пропала Из продажи В ряде стран Включая Там наверное Wi-Fi Директ Без роутера Что ж это Логично По Wi-Fi Но как бы Да Но очень не через Ну то есть Через внутренний модем То есть Что-то типа Телефон Создает Условный Закрытый Ходспот Который С которым Соединяется Только Только другой Телефон И поэтому Ходспот Он передает Видимо Пакет В стиме же можно Зарегать Нерусский Ак Можно На Они же по-моему Ограничили Как-то Airpod Использует Wi-Fi И Bluetooth Это можно И Bluetooth И Wi-Fi Узать Зависит От доступности Или скорости Все равно Непонятно Магия Как это Колдунство Релизкот Прокомментировал Пародию На свой Рекламный Ролик 1984 Который Epic Выпустила На фоне Конфликта С Apple Режиссер Похвалил Идею И анимацию Видео Однако Сам посыл Показался Ему слабым По его мнению Создатели ролика Могли высказаться О более важных Вещах Анимация Хороша Слабый Цитата Цитата Великих Microsoft Дала нам Комментарий По поводу Исчезновения Tell me why Из продажи В России Понятнее Не стало Но похоже Игра Не вернется В магазин Доступность Игры Для разных Регионов Может отличаться Это решение Принимается На основе Широкого Ряда Факторов При этом Фаза луны Холодность Воды В В Водоемах Поведение С Сурикатов В Зимний Период И Расположение Складок На пальце Главного Директора При этом Приоритетом Всегда Является Обеспечение Наилучшего Игрового Опыта Для Пользователей Так Эли Джоэл Как оказалось Ряд эксклюзивных Графических Особенностей Для ПК Версии Эвенжерс Был Подготовлен Совместно С Интел Речь идет О реалистичной Симуляции Воды И увеличенном Количестве Обломков В какой-то Степени Воспользоваться Этим Смогут Все Пользователи ПК А не только Владельцы ЦПУ От Интел Вот так Спасибо Неинтересно Сегодня Стартует Crossider Kings 3 Новая версия Контурных Карт От Paradox Критикам Копии Игры Копии Игры Выдали Пораньше Поэтому Они уже Подготовили Рецензии Crossider Kings 3 Стала Третьим ПК Эксклюзивом Ну что Что теперь Скажете Консольщики Как вам Такие ПК Эксклюзивы Двадцатого Года Со средней Оценкой Выше Девяносто Баллов На Метакритик Как дела Там Ласт Оф 2 А Тут Crossider Kings Тебя Уделывает Контурные Карты Вышли Вы Че Вы Там Старались Че Пыхтели Как Это Каждой 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 Недель Выходит Какая Статья Как Они Делали Анимацию Как Они Делали Искусственный Интеллект Как Они Делали Оружие Тут Просто Бац Третья Часть Контурных Карт Crossider Kings 90 Баллов На Метакритике Сосад Б Просто Развал Развал Просто Жопы Произошел На самом деле Я посмотрел Я думал Такой Я тут Я приобщился К Цивилизации Я играл В Уэстланд 3 Вчера Уэстланд Которая Нахрен Никому Не нужна Из моих Зрителей Я думаю Пришло Время Для Crossider Kings 3 Но я посмотрел На Все То Олицетворение Всего Того Что Мне кажется На стримах Просто Не надо Просто Ну Вот Совсем Не надо Там Реально Контурные Карты Реально Контурные Карты И иконки Больше Ничего Там Даже Какой-то Даже Я так понимаю Там даже Солда А нет Там Драки Происходят Там Анимация Драк Происходит Но Все равно Ощущение Что даже Солдатиков Нет Я так Подумал Не Нет Я еще Цивилизацию Не прошел Какой Мне Красайдер Kings Куда Куда Там Мне Красайдер Kings Нет Но Оценки Вы Игры Хорошие Будешь Играть Красайдер Kings Не Не Буду Вот Вот Тут Совсем Не Мое Вот Это Прям Совсем Красайдер Kings Сюжета Больше Заодно Государство Чем Во всем Last of Us Знаешь Там Там Такие Движи Но Это Для Любителей Вот Много Читать И Вникать В Перипетии Сюжетные Перипетии И Взаимоотношения Государства Это Да Это Для Зуева Скорее Вот Он Мне Кажется Он Арказмировать Будет По Поводу Все Типа Господи Вы Видите Они Там То А Вы Виде Вот Она Вот Там Что Такое Будет Еще Расскажет Вам Лекцию Историческую И Вот Игра Для Хорошего Рассказчика Да Да В Крестах Полная Жесть Я Не Осилил Карты Там Просто Декорации Ну Это Ландшафт Которому Перемещаться Я Видел Что Люди В Группе ВК Xbox Отписывали Что Таким Образом Сначала Скачали Себе Как Получить Игру Понятно Метки ART Консирует Одновременно С iPhone 12 Хорошо 5 лет Исполнилось Сегодня Исполнилось Metal Gear Solid 5 до Phantom Bay Хорошо Девишку Раздают Capcom Покажет Resident Evil Village На выставке Tokyo Game Show 2020 Хорошо Очень хорошо Напишите Техническую Инструкцию Конкурс На ВС Напишите Техническую Инструкцию На любую Тему И выиграйте MacBook iPhone Или Apple Watch Ладно Ладно Red Games Представил Анимационный Трейлер Своей Новой Настольной Игры Под названием Tellstone Kings Gambit Партии Здесь будут Длиться По 10-20 Минут А игрокам Придется Мыслить Стратегически И Я сначала Прочитал Как Блевать А потом Оказалось Чтобы Все-таки Блифовать Не Я Не Способен Я На это Не Способен 10-20 Минут 10-20 Минут В игре Где Надо Блифовать Square Enix Опубликовала Полный Список Игр Которые Она Покажет На TGS 2020 Онлайн Ивент Пройдет С 23 По 27 Сентября На выставке Компания Представит Много Мобильных Игр Все Спасибо Официально Resident Evil Да Зачем Убивать Супермена Сценарии В которых Человек Из стали Становится Злодей Предзаказ Nintendo E-Shop Теперь Можно Отменить За 7 Дней До Релиза Игры Кроме Того Деньги Будут Списываться Не в Момент Оформления Предзаказа А за Те Же 7 Дней До Релиза Проекта Отмена Предзаказа Да Поздравляем Всех Школьников С началом Учебного Года Желаем Вам Только Пятерок Битва Брендов Авторов Fall Guys Завершилась Совместной Победой Стримера Ninja Ютубера MrBeast А также G2 E-Sports И Создателей Тренажера I'm Love Они Пожертвовали На благотворительность 1 Миллион Долларов Так что Fall Guys Добавят Сразу 4 новых Костюма Хорошая Новость Хорошая Новость Определенно Так Tell Me Why Пропала Из магазина Вице-президентов И фактического Главу Samsung Обвинили В коррупции И манипуляциях Фондовым Рынком Судебный Процесс Может затянуться На много Лет А в 2017 Его уже Отправляли В тюрьму На 5 лет За подкуп Президента Южной Кореи Но через год Выпустили И признали Невиновным Ролевой экшен В опору Локдаун Рассказывающий Об ученой Которая должна Выбраться Из полной Опасности И врагов Башни Выйдет На ПК Через 2 недели Я так понимаю Это а-ля Legend of Grimrock Пошаговые Такие Передвижения И Реалтайм Атаки Так Инфакт Продолжение Первого Сезона Мультсериала Праймал Выйдет 4 октября Не смотрел Не осуждаем Атмосферная Головоломка The Sojourn Сожрем Сожорн 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 Сожрем Короче Получила точную Дату релиза В Steam 29 сентября Проект Позволит игрокам Путешествовать Между мирами И вмешаться В извечное Противостояние Света И тьмы Побывав В нескольких Живописных Локациях Окей Че погибки Ну Симулятор ходьбы Видимо Видимо Симулятор ходьбы Так Линейку Игр Square Enix Babylon Fall От Platinum Games И Square Enix Официально Появится на Токио Game Show 2020 Которая Пройдет В этом году В цифровом формате С 20 по 24 сентября Также Издатель покажет Balan Wonderworld Collection of Saga Final Fantasy Legend Попью Начал читать эти названия Skin Ninja Возможно Я не знаю Он же наверно Выкатывал Какие-то Какие-то Скины Можно Посмотреть Я просто не знаю Как там Работает Kingdom Kingdom Да что ж Такое Пыли Наглотался Kingdom Hearts A Melody Of Memory И Dragon Quest 11 Echos Of Elusive Age S На ПКП 4 Xbox One Открытие Gamescom 2020 Навременно Смотрели До 2 Миллионов Пользователей 2 Миллионов Пользователей Как отмечает Джефф Килли Этот показатель 4 раза Превышает Тот Что был Установлен На дебютной Трансляции Выставки Год Назад Молодец Какой Упоминание Xbox Series S Вновь Замечено В продукции Microsoft В этот раз Якобы В буклете Пробника Xbox Game Pass Ultimate Который Давался За покупку Геймпада Xbox Хорошо Microsoft Объявила О сотрудничестве С авиакомпанией S7 Airlines 4 сентября Пройдет Их Совместный Стрим Microsoft Flight Simulator Куда Добавят Фирменные Ливреи Авиакомпании Пиарятся Пиарятся Так Режиссер Ридли Скотт Высказался Одна Из фишек Геймпада DualSense Улучшенная Вибрация В журнале О технологиях Sony Говорится Что контроллер Может Генерировать Тактильную Отдачу На основе Игровых Аудиоэффектов То есть Она будет Вибрировать За счет Звука Пробник Геймпас Если Если Это Мародер 2 Нет Пожалуйста Пожалуйста Не надо Пожалуйста Не надо На официальном Сайте Microsoft Заявлено Что Компания Сделала 825 тысяч Нейтральных К углероду Консолей Стоит Сразу Заметить Что Дата Публикации Неизвестна Поэтому Это Вполне Может Устаревшая Информация Нейтральных К углероду Консолей What the fuck Ну да Кстати Вот смотрите По поводу Fall Guys Да Будет Костюм Костюм Нинджи Будет Покажу Они не грузят Должны быть Тут Должны быть Твиты Видимо Но они Не загрузились Поэтому Не узнаю Не узнаю Как выглядит Костюм Нинджи Ну тут На картинке Можно Разглядеть Там Есть Костюмчик Нинджи Если вас Очень сильно Волнует Вот как-то Так Так Септембр Теперь Безвозмездно Пстеть на Облаке GFN Отдают До конца Сентября По словам Менеджера По связям С общественностью Это такой Подарок Учащимся Вибрация Да В общем Облачный сервис GFN.ru Продлили Бесплатный Период До конца Сентября Ubisoft Убрала Им надо Сделать Пробник Сайберпанка Когда он Выйдет Типа Пять дней Пять дней Поиграть Сайберпанк Или не знаю Или два дня Поиграть Сайберпанк На GFN Чтобы С RTX Чтобы понять Как это работает Ubisoft Убрала Упоминание Отсутствие У PS5 Обратной Совместимости С PS3 PS2 И оригинальный PlayStation Сайта поддержки Упасы Так Том И пропала Ubisoft Возможно Проведет Свою новую Презентацию Ubisoft Forward На следующей неделе Как считает Джейсон Шрайер Среди игр Явно должны быть Gods and Monsters Ныне Immortals Phoenix Rising И утекший Ремейк Prince of Persia Хорошо На днях вышла Maiden NFL 21 Лучше бы не выходило Говорят игроки Подкрепляя слова Нулями На Metacritic Где игра уже Перед Привет Муха Улетела Где игра уже Передает привет Охаянный Warcraft 3 Reforged Эндом в вутсах Maiden NFL 21 Решила Потягаться С Warcraft 3 Reforged За звание Самой Низкооцененной Игры На Metacritic Сколько у нее там Ну как хорошо Что это довольно далеко От нас Потому что у нас Никто не играет Версия симулятора Американского футбола Для Playstation 4 Разделила нижнюю строчку С ПК-версии Дополнения Warlords of New York Для The Division 2 У обеих По 0.4 балла При этом игра Также вышла На Xbox One И ПК Где получила 0.6 И 0.9 балла Соответственно Худшая десятка По оценкам пользователей Выглядит так FIFA 20 PlayStation 4 Call of Duty Modern Warfare 3 Defense Nintendo DS Такая оказывается Существовала VVE 2K 20 1.1 балл The Division 2 Warlords of New York Это последнее дополнение Для девишки же Да? Ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха PlayStation 4 1 балл Xbox One 1 балл FIFA 20 Legacy Edition На Nintendo Switch На Nintendo Switch 0.9 балла Мэйден NFL 21 На Xbox One 0.6 Warcraft 3 Reforged 0.6 Мэйден NFL 21 PlayStation 4 0.4 И The Division 2 Warlords of New York На ПК 0.4 балла Вот так За что же геймеры Так не взлюбили NFL 21 Подождите NFL Или А Мэйден NFL Мэйден NFL Я почему-то Перепутал сначала С NHL Мэйден Что сделать Для девишки Не так Думаю Что она довольно Маленькая Для тех Денег Которые Они просят За нее Говорят Игра кишит Всевозможными Багами Как новыми Так и Перекочевавшими Из прошлых Частей серии Отдельным Пунктом идет Перемонетизированный Режим Мэйден Ultimate Tournament Высасывающий Деньги Из вашей Кредитной Карты Это не говоря Уже о том Что с точки зрения Новизны Во франшизе Наблюдается Явный Простой Впрочем Такой исход Вряд ли Может назвать Неожиданным И Никогда Не разочаровывает Нас Когда дело Касается Разочарования Пишет Один из Игроков Другой Добавляет Это Эндем В бутцах Ну а так Ну все Значит Значит Ремастер Mass Effect Будет говном Тут все Схвачено Все Схвачено Примерно Ubisoft Молча удалилась С страницы Поддержки Информации Об обратной Совместимости На PS5 Завершили Пары Патчей Оказалось Недостаточно Чтобы привести ПК-версию Horizon Zero Dawn В удовольствии В видоваримый Вид Поэтому Gorilla Games Выпустила Уже третью Заплатку Свежий Патч для Компьютерной Horizon Zero Dawn Исправляет Деформацию Снега И прочие Проблемы Сильвестер Сталлоне Объявил Что работает Надо Режиссерской Я хотел Перепройти Horizon Zero Dawn Но сейчас Прямо что-то Не тянет Не тянет Потому что игра Плохая Почему-то Не тянет Не то настроение Мне что-то Мне настроение Запустить GTA San Andreas Почему-то Я даже не понимаю Почему Или сталкера Поиграть Опять У меня Там еще Lost Alpha Не пройдено Вообще Никак Вот Что-то Такое Настроение Какое-то Старую Олдовщину Потыкать Или даже Vice City Пробежаться Пробежаться Vice City Пробежать В основном Не получится При этом GTA 3 Не хочется Играть Может быть Даже GTA 4 Но не 5 Но при этом Исключительно GTA 4 Но не Liberty City Не Она же Непроходимо В смысле Не проходим Там Сюжетный Квест Есть Сюжетная Линия Там Можно Пройти San Andreas Порежемся А полигоны Никаких проблем У меня нет С полигоном San Andreas У меня все В порядке Она прекрасна Все равно Прекрасна Поставить Там Каких-нибудь Модов На тачке Хотя Можно И без Модов На тачке Нужно Так Нормально Вот Вот Почему-то Вот Почему-то Не Не хочется Играть Хорезон А вот Старую Какой-нибудь Фигню Хочется Потыкать Такой Че-то Алдовое Алдовое В смысле Алдовое Не в плане Супер Старая Типа Марива А что-то Такое Вот Такое Ностальгически Приятное Не доживешь До конца Сюжета Где Тони В смысле В Лост Альфа Чуть Не доживу Я же Играю Нормально Бегаю Стреляю Я уже Много Кого Перестрелял В смысле Сохранение Есть Если Я докуда-то Не доживаю То я Загружаю Сохранение Я же Не выживач Играю Всталкин Вдропнул Из-за Этого В основном Продает Первый GTA 1 Нет GTA 1 Я точно Не хочу Играть Это Такое Пробеги Прототайп Не Прототайп Прототайп Это Примерно То же Самое Что Хорая Хочется Чтобы И Открытый Мир Но при этом Шутан Стрелять Да и В GTA Прикольно Машинки Можешь Садиться Пробеги Мирорседж Мне не очень Нравился Ну точно Мне нравится Паркур Мне нравится Боевка Мирорседж Кстати Я тебе На Subday Заказал Старья Хорошо Спасибо Subday Будет на Следующей Неделе Что На этой Неделе Завтра У нас Кстати Шавуха Игры Не Забудьте Завтра Шавуха Игры Сильвестр Сталлоне Объявил Что Работает Над режиссерской Версией Рокки 4 По-прежнему Самого Кассового Фильма Серии Робота Он обещал Оттуда Вырезать По словам Сталлоне Он навсегда Отправляется На свалку Я не смотрел Рокки 4 Поэтому Понятия Не имею Что там За робот Был Робот Как Был Фрагуэрс Раскрыла Детали Геймплея Шерлок Холмс Chapter 1 Так В игре Можно будет Отстроить Особняк Шерлока Холмса И сменить ему Костюм А в бою Будут доступны Дымовые бомбы На полное Прохождение Детектива Потребуется От 30 До 40 Часов А его Игровой Процесс Должны Показать Зимой Так Новый Красный Игровые Новости Авторы Отечественной Постапокалиптической Игры Atom RPG Рассказали Что 4 Сентября Проект Выйдет На Nintendo Switch Следом Последует Версия Для PS4 И Xbox One Постер Мои поздравления Об этой игре Кстати говорил Вчера На Wasteland 3 Но все равно Мои поздравления Те ребятки Растут Красавчики Мы теперь знаем Где Пашу Искать Где Была какая-то Новость Где меня Можно искать А где Меня искать На этом канале Меня можно искать Зачем Меня искать Я не то Чтобы Далеко Куда-то Далеко Одеваюсь Сабренд Представила M.2 SSD Rocket 4 Plus Он на четверть Быстрее Samsung 980 Pro По скорости Записи Samsung Удерживала Звание Производителя Самого Быстрого Потребительского M.2 SSD Меньше Двух Суток Провойковский Район Наверное А причем Здесь Провойковский Район Почему Провойковский Район Я в центральном районе Живу Если что Типа В центре Мелькала новость Ааа Я живу В центральном районе Меня тут Че меня искать Зачем Да В Кремле Прям Заходите В Кремль И зовите Пашу Правда К вам Какой-нибудь Другой Может Уйти Недавно По GTA Online Прокатилась Волна Античитерских Мер В ходе Которые Обнулили Аккаунты Многих Пользователей Таким образом И жалуюсь На парковку Да В Кремле Центральный Округ Не район Да Центральный Округ Но не Войковский Район Войковский Это много Дальше Не знаю Кстати Почему Лента Показывает Войковский Так В начале Жизни GTA Online Я просто По кругу Выполнял Одну и ту Миссию Потому что Она была Достаточно Простой И приносила Достаточно Денег Ну то есть КПД У нее был Максимально Высок Там надо было Приехать На парковку Расстрелять Чуваков И уехать С парковки Все И за это Ты получал Что-то 12 тысяч Или 30 тысяч А потом Мы проходили Ограбление За которое Можно было Выручить Несколько Больше А потом Я забил Уграть В GTA Мне надоело Riot Games Выпустит Вторую Настолку По вселенной League of Legends Steelstone Kings Gambit Да Это у нас уже было В свежем интервью Больше рассказали А Ну это Про вибрацию Dolsense Ubisoft И обратная Совместимость А там Это РПГ Лавкрафт Опять Какое-то Очередное Уже Невозможно Невозможно Пользов Пользователь ДТФ Изучил И систематизировал Известную информацию Про Тифонов И спрей От способностей До манеры Поведения Вот и повод Перепройти Одну из главных Игр 2017 года Нет Не для меня Вот Авторы Halo Infinite Похоже Решили взять Пример С Хидео Кодзимы Объединившись С производителями Энергетического Напитка Monster Energy Покупатели Последних Смогут получить Различные Бонусы И призы Включая Скины Для оружия И даже Xbox Series X Туропись Но не в нашей стране Естественно Так Симулятор ходьбы Где вторая мировая Привела к апокалипсису Что-то у нас было Вчера DualSense Ubisoft В рамках В рамках Gamescom 2020 Frogware Устроила премьеру А Шерлок Холмс Да У нас тоже Был уже Monster Energy Че лодочка Купите себе Яхту Отлично А в Steam Стала доступна подписка EA Play Которая открывает доступ Ко множеству проектов Ко множеству проектов фирмы Подписчики получат Доступ в том числе К сериям Mass Effect Battlefield А также Star Wars Battlefront 2 Dragon Age Inquisition И другие бонусы В общем EA Play За 300 рублей Официально В Steam Причем Я вчера вечером Зашел в Steam И там Если заходить в новинки Внизу С главной страницы Там есть внизу Новые игры Там прям отдельно EA Play 300 рублей Она такие дела Но это на месяц 300 рублей на месяц И какая-то там Сумма Давайте посмотрим Какая сумма По-моему на год Может записаться Ну если это на все проекты Electronic Arts Вам будут пролетать На халяву И раньше И еще раньше Существует два варианта подписки На месяц И на год Первый обойдется В 299 рублей Тогда как за второй Попросят 1799 рублей С учетом скидки В 50% Мне кажется Good deal Вы кидаете А нет Подождите Это первый обойдется Ааа Все понял А на год Нельзя что-ли подписаться Только так Подписчик Получит доступ К различным проектам И так далее То есть подписки На год Нет Ладно Все понял По-моему В EA Play Есть подписка На год И она стоит Что-то типа 4000 рублей Точнее в Origin В Origin По-моему есть Она по-моему стоит Около 4000 Написано же На год 1700 Это я тоже так подумал Но написано Что не на год Читаем внимательнее Вместе с Пашей Который тоже ошибся Два варианта подписки На А это второй вариант Сука Они так написали Непонятно Я сначала прочитал так А потом я читаю Смотрите Первый обойдется В 299 рублей Типа первый месяц Тогда как за второй Попросят 1709 рублей Я подумал Что это про месяц Я так запутался Что Что-то типа Это месяц А потом я прочитал Первое предложение В котором написано Существует два варианта Подписки На месяц И на год То есть Второе Это вариант Все Тогда Тогда все Все Тогда забейте Не слушайте меня Я херню Несу Как обычно В целом Как обычно Слушаю Несу Всякую херню В общем За год Да Тогда вообще Просто Типа Вы Молодцы Что меня Исправили Вот Вы По сути Меньше Чем За фулл прайс ПК игры Хотя сейчас Пол прайс ПК игра Еще и дороже Становится Да За 1800 рублей Можете получить Доступ Ко всей Библиотеке Electronic Arts Да еще и К новым играм Мне кажется Довольно вкусно Другой вопрос Что За год Выйдет Достаточно Количество Проектов К Electronic Arts Там по-моему Не только Electronic Arts Кстати Там и Игры партнеров В этом Вам тоже Могут Замететься Так что Так что Нормально Жаль Что я всех Их купил Да Жаль Что Ну я не всех Но я Так Поиграл Как раз Star Wars File Order Кайпанул Ништяк Так же Может быть Кстати Поиграть В Star Wars Squadron Абсолютно 300 рублей Закинул Поиграл Месяц И все И как Кайп Lenovo Анонсировала Несколько устройств На осень 2020 года Не дожидаясь Выставки IFA Ноутбуки Yoga Одним из первых Получит процессоры Intel 11 поколения И корпуса С отделкой Из кожи Как Вчера А ну тут Lenovo Анонсировала Кожаный Ноутбук У нас Было В школе Оскорбление Ну я даже Не знаю Можно ли считать Его оскорблением Кожаный Бомж Я не знаю Почему Так Какая связь Кожаный Бомж Кожаный Бомж Что Что это значит До сих пор Не понимаю Что это значит Но Тогда В школьные Времена Звучало Смешно Просто Самовыражение Кожаный Бомж Звучало Смешно Смешно Так вот Умный Будильник Совмещен С колонкой Google Home И подзаряжает Смартфоны А Android Планшет Оснащен OLED Экраном И идет В комплекте С чехлом Ковят Будьте здоровы С чехлом Так Crossider Kings Первая скидка Рокет Арена Появилась Спустя Две недели А через полтора месяца Цена снизилась Несколько раз Навсегда Навсегда По моей Пuteц Никита Что Так Пользователь DTF Проанализировал Официальный Ортбук По Death Stranding И сравнил Образы Из него С теми Что попали В игру Судя по всему Мир будущего Хидео Кодзимы Должен был быть Куда Более Мрачным Но в то же Время И более Живым Ну Не срослось Не получилось Не срослось кстати дополнение к симсом они сам 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 так не будет работать и вот не помню там у них поддерживает ли допы возможно дополнение к симсом по звездным воинам может быть поиграть тоже по ей play короче приятная новость приятно на самом деле в сети появились первые оценки crusader kings 3 на metacritic рейтинг игры составил 91 из 100 певец никита играя в руки тарени во что во что он играл так с 7 у нас сегодня уже был в польском симуляторе try to kill me again игрокам предстоит воспроизвести убийство времен сухого закона в сша с максимальной точности с максимальной жестокостью для этого надо составить подробный план покушения затем воплотить задумку в реальность есть гифка уверен что это в очередной раз play way очень-очень смахивает на презентацию игр от play way я я не знаю это довольно странная жестокая игра покушение какие-то реальные покушения имитировать реальные покушения повторять реальные покушения на там будет делать с кеннеди например с линкольном можно будет застрелить линкольна в театре или кеннеди снайперская винтовка будет такое а если от игр парадокс вас раньше отбудут опять про кроссайдерсов просто кроссайдерс и всех щелей авторы green hell анонсировали расширение the spirits of amazon и игроков ждут новые локации а враждебные туземцы внезапно выдадут ряд миссий открывающих новые сюжетные фрагменты green hell выпустят расширение the spirits of amazon и из нескольких так сэван контрол дебютировала на втором месте точнее на первом на первом нет втором на первом полгайс 2 строчки кроссайдер кингса оценки высоченные режиссерские версии фильмов взор красави кингс бесплатный доступ gfn пользователи сети обнаружили в twitter закрытый аккаунт final fantasy 16 вполне возможно что square enix зарезервировал его под будущие анонсы впрочем он может оказаться и фейковым как бы есть а может быть и нет lg анонсировала первоклассный проектор сайн бин 4k и hd laser спасибо стоит наверно сатэн или даже больше 200 так календарь ли релизов сентябрь давайте заценим какой у нас календарчик скажи игровой индустрии лето закончилось и тут же начинается чуть ли не ежедневный выпуск новых игр кстати не упустите возможность отмазаться что вы прокукали лето не из оленя из-за коронавируса во что многие поверят погнали playstation plus выдают pubg и street fighter 5 в xbox life goals выдают division the blob 2 армит энд инжерс и the book of unwarranted rules 2 1 сентября то есть сегодня выходит кроссайдер kings 3 а также сегодня же выходит iron harvest spell break выходит 3 сентября на всех актуальных платформах tell me why 2 эпизод 3 сентября но в россии как не выходит версии 9 выходит 3 сентября nba 2k 4 сентября tony hawk про скейтер 4 сентября на пока ps4 и xbox one marvel's avengers 4 сентября the sims 4 journey to batu to batumi journey to batumi эйха да хорошо приходи приезжай sims of своих приводи семью свою детей приводи вместе посидим в батуми айня на ненене да и 8 сентября делся и the outer world spirit of gordon 8 сентября kingdoms of amalur реконин 8 сентября на пкп4 xbox one borderlands 2 сдохнулся borderlands 3 психо craig and the fantastic faster clock 10 сентября dlc tell me why 3 эпизод 10 сентября спиланки 2 15 сентября без 2021 15 сентября спиланки только на ps4 кстати крузис ремастер 18 сентября вы и такие battleground 18 сентября 13 сенте или в аегис рим 22 сентября сервис м4 24 мафия 25 мафия у нас выходит месяца наконец-таки в конце нам придется пережить целый месяц придется жить без мафии но в конце нас выйдет кайф я кайфую от этой новости но это без 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 иронии что серьезно жду мафию да когда который дефект эдишн и шоу 1 ремастер первой части скорее бы поскорее порт рояль 4 25 сентября the walking dead on slug 29 сентября на это виар проект балдер сгей 3 30 сентября ранний доступ и second extinction вроде бы в этом месяце должна выйти в ранний доступ давайте посмотрим кроссейдер kings для любителей плотных контурных карт iron harvest для любителей real-time стратегии тактических real-time стратегии так они называются когда вы не отстраиваете базу а когда вы должны захватывать точки вам за них прилетают очки и сразу обе очередной раз вспомнил великолепный ground control 2 который с удовольствием играл свое время она строилась по по такому принципу spell break хз для кого я играть не буду tell me why недоступна версии 9 я играл в седьмую но уверен что 9 похоже играть в нее тоже не буду nb2 кей вообще не мою тони хоук про скейтер может быть потыкать ради стрима 4 сентября но это кстати получается 5 я просто играл в единственный тони хоук по 2 или 4 я помню что был он но не про скейтер не про скейтер может быть потыкать marvel 7 джорс пропускаю 74 пропускают рволдс пропускаю kind of a mallure реконинг может быть в оригинал поиграть я никогда не играл в реконинг но тратить деньги на рире конинг не очень хочется честно потому что я не очень шарит эту игру я так понимаю что это ему first не fps короче сюжетная маму ну то есть и ему без ему то есть вы играете в синглплеер на игру с сюжеткой но мир как ему устроен я была пирже не играл без понятия не знаю посмотрим borderlands 3 мимо tell me why мимо спаланки мимо пес не мое cruises обязательно поиграю ну как обязательно поиграю в его и такие battlegrounds может быть кстати интересно но я не уверен с intel в точно нет сервис м4 надо будет попробовать мафия стопроцентно играя порт рояль 4 кстати не знаю может мне зайдет там вроде с корабликами управлять walking dead нет baldur's gate тоже не мое second extinction тоже жду ну в общем так разброс интересный разброс интересный едем дальше netflix выпустил первый тизер призраков поместья blind продолжение хоррор антологии которая стартовала с призраков дома на холме вторая часть расскажет о двух сиротах их няне которые сталкиваются с потусторонними силами в загородном доме релиз состоится 9 октября чего вам дома не сиделось очередного сюжета где в каком-то старом доме живут какие-то стрёмные существа начало куклы так подсвечены грамм контрол 2 великое было вообще я с удовольствием не залипал я помню я отстраивал там танки такие там были осадные танки которые раскладывают укрытие и этом папа два по три танк таких ставил сажал за укрытием снайперов итоге у меня было тяжелая артиллерии а и хилку там пом 2д надо как минимум вам одну или две хилки ставить чтобы они успевали отхиливать эти танки на ground control было клево где эта игра про сорняковую деревню так она не в этом вроде выход или в этом давайте заглянем сейчас и открою медивол медивол фэмили пол медивол династи но у нее по моему точной даты не или нет было у нее точно да и и просто видимо не добавили воспринимают всерьез подобные суперкрутые игры надо ее кстати в бишлис добавить если еще не добавил в меби в меби в мире cyberpunk 2007 7 печать еще жива видимо для любителей ностальгии смысле печати тоже какие-то тут кофе какой-то продается и печать а ну там журнал на газета лежит так netflix открыла netflix открыла запустила запустила открыла netflix запустил специальную промо страницу на которой можно бесплатно посмотреть несколько фильмов и эпизодов сериала сервисом работает только в браузере зато регистрироваться несколько разных все то есть вы по моему ничего полностью из сериала посмотреть не сможете медивол дайности 17 число недоступно на ваших языках запланирована дата выхода 17 сентября до желаемое очень хочу хочу играть в медивол династия хочу кстати еще есть по запросу медивол династия знаете как это есть желание что-нибудь медиволевская гонг медивол тотал в армии дэву mountain blade battle brothers кстати тут висит за 500 рублей морды хау альбион онлайн медивол тотал вор коллекцию медивол киндом вор айрон смит медивол симулятор the witcher медивол фармерс медивол фармер симулятор но там комиксу battle brothers blazing desert медивол инженер съесть это уродливого гранд эйдж медивол медивол монарх бридж конструктор медивол кстати есть sword and sandals медивол и дом камни ливеринс арн блэйт медивол рпг мейкер медивол таунын кантри медивол таун есть starbound почему-то медивол инженер делюкс дай байзи блэйт ладно чинить река красави кинз 2 гриви от кипер дэн лайф project варлок почему-то в медиволе марчук импайр в общем ничего такого что я хотел бы поиграть хорошо cyber медивол 1477 хорошо что не 88 что еще что еще the gang of images and form games steam world останется навсегда эксклюзивом пк xbox one и xbox series x как заявляют разработчики хорошо юбисофт рассказала готовящийся патчи 1.1 для hyperspace они коснутся баланса оружия читеров и не только они все читеры коротко станьте айти наставником в сервисе онлайн образование параллельно с основной работой классно я могу чем преподавать давайте вперед возьмите меня режиссер райан куглер черная пантера и спайк ли пятеро одной крови рассказали что не знали о тяжелой болезни чедвика боузмана актер до последнего скрывал свою борьбу с раком и сценарий сиквела черной пантеры готовили в обычном режиме на gamescom 2020 заглянула ghost runner так это у нас уже было горилла выпустила еще одной патчи в сентябре до во что поиграть главное о давайте посмотрим на тф какие интересные подборка та же подборка или есть какие-то игры которые не добавили f что упал трансляцию все порядке все порядке чё так арену harvest да у нас был цена тут кстати сцены 1000 до 1499 в steam егэс и бог хорошо красайдер kings цена от 930 рублей в steam и в м 100 классно marvel's avengers от 2000 рублей в steam play store и м 100 ну понятное дело что на консоли дороже я беру самую нижнюю самую нижнюю цену за которой вы можете купить эту игру тони хок про скейтер от 11166 рублей в егэс ну и в так выходит по истории мастер там подороже 4 сентября это спаланки 2 у игры пока нет страницы и цены в ps-store но выходит она только в пыс-сторе спаланки выходит а 15 сентября на ps4 пока версию автор обещает выпустить в течение нескольких недель после крузис ремастер страницы игры в ps-store и мастер и егэс пока недоступны версия для switch выше ранее стоит 2249 рублей в ешок ну я рассчитываю на косарь я надеюсь что на пока она будет расстоит в районе косаря кстати игра на которой можно быть купон просрать в егэс если если чё хотя он как он до конца ноября до до конца октября до конца октября все смогу еще нужно просрать надо главное не забыть просрать на что-нибудь купон я имею виду егэс овский купон есть купон на 650 рублей я планировал планировал его потратить на cyberpunk на cyberpunk перенесли на ноябрь поэтому теперь не получится мафия different edition цена 1999 рублей в steam и gs 2599 рублей в ps-store а кстати во может быть на мафия может быть потратить минус 650 рублей кстати выгодно но у меня есть мафия обычная точнее трилогия у меня по сути есть в стиме но там скидка у тебя если ты уже имеешь несколько игр скидка быть не очень большая там что-то типа 50 рублей или 70 рублей а так можно он на мафию она выйдет там 1500 без разница мультиплеер все равно нет с разницами и gs или в стене так хорошо да это гудил кстати я думаю они к нг снова купон дадут но этот то все равно надо потратить до конца октября остальные релизы нбки нб и туки и 21 нб кей о киндом сафа малу рэви конинг а the outer world до вам паир замаскареет shadow в нью-йорк это если что текстовый borderline series м порт-рояль ну да здесь тоже кстати медивола нету говно дропы нет вроде нету другу битры и трудно тоже стабильный а малур лучшая игра ян кузов лев залогинца горела games выпустила патч в сети появились промо ролики процессоров intel 11 поколения tiger lake который должны представить в конце этой недели на и фа 2020 тонкие ноутбуки с ними будут поддерживать вайпай 6 thunderbolt 4 и получат новую встроенную графику которая способна запускать battlefield 5 на высоких при 30 fps но это кстати неплохой результат для смежного соединенного джипу стопу короче в единого процесса авторы рано бы ахару хорухи хисис а старухи ахарухи цзиме объявили о выходе новый light новеллы в франшизе спустя почти 10 лет перерыва книга поступит в продажу в японии 25 ноября и в нее в том числе войдет история суруя санс челлендж которая ранее не издавалась если вы самых странных игр что выходила на ps1 в целом она о сновидениях а понятно а легче чем d играет в игры про сновидения ничего нового а в такси и каршеринге по и появится дезинфекторы воздуха хорошо похоже gods and monsters от юбисофт теперь называется immortals феникс райзинг журнал empire поделился тремя кадрами из дюны день да и не вильнёва тизер трейлер рождается уже 9 сентября и как я жду трейлер соня собирается портировать на пока и другие эксклюзивы у нас вчера было attention на днях пиа порно скандал друзья мы добрались до таких мы добрались до таких новостей наконец-таки на днях певица и актриса бэлла торн зарегистрировалась на он ли фанс и сразу оказалась центре градиозного скандала она поставила рекорд сборов за первый день но не стала публиковать эротические фото после чего администрация сервиса изменила правила для всех участников подставила всех давайте разбираться что же произошло певица и актриса уже принесла извинения но они мало кого устроили и так певица и актриса бэлла торн первый раз я вижу кто это такая где она играла тема сисек не раскрыта до зарегистрировалась в он ли фанс в августе сразу же поставив рекорд площадке за первый же день она заработала около миллиона долларов а спустя неделю сумма достигла 2 миллионов он ли фанс это сервис на котором может зарегистрироваться любой желающий предлагает подписку на свой контент подписчики могут оставлять своего рода чаевые под каждым постом а также получать в личных сообщениях так называемый pay per view пост за его просмотр нужно заплатить площадка only fans крайне популярна среди работников секс индустрии через нее они делятся с фанатами откровенными фото и зарабатывает на этом однако есть в сервисе и вполне нейтральные профили когда бэлла торн зарегистрировалась сервисе в своем твиттере она сразу сказала что не станет публиковать интимные фото и еще нет я не буду выкладывать обнаженку недовольство профилем бэлла торн среди пользователей началось почти сразу выставив стоимость ежемесячной подписки в 20 долларов и заработав миллион долларов за день она вновь привлекла внимание к сервису среди звезд после того как в нем уже зарегистрировалась например карди бит карди бит как и бэлла торн тогда сразу сказала что откровенного контента ждать не стоит на фоне этого работники секс индустрии зарабатывающие на контенте для взрослых стали волноваться протирать поцелу что звезды испортят он ли фан мы тут свои письки показываем а вы тут пришли целомудренничать а ну пошли вон не будут они сиськи выкладывать вы кто такие мы вас не звали пошлите нахер отсюда мешают нам тут свои свои письки показывать сервис даже успел стать мемом среди пользователей сети как площадка для легкого заработка на фанатах для знаменитостей то что увидит бэлла торн не будет отражать то что испытывают другие создатели контента на платформе я уверена что она столкнется с некоторыми схожими проблемами вроде переходящих границу фанатов и мошенников однако она в конце концов звезда и пользуется большим количеством привилегий я буду разочарована если ее намерение не было а если ее намерением не было дискриминации индустрии работник секс индустрии и ламур никогда не слышали для большинства не стал аргументом этот факт что бэлла торн однажды поработала в порно индустрии сняв фильм her and him для порнхаб он доступен только в подписке премиум на канале порнхаб оригиналс а сама актриса заявила что зарегистрировалась на он ли фан для того чтобы погрузиться в него ради исследования для предстоящего фильма а все деньги она собирается поделить часть пойдет на ее производственную компанию остальное она собирается отправить на пожертвование фильмом по словам торн занимается режиссер шон бейкер снявший проект флорида постановщик не дал комментариев о проекте однако источники илой таймс отметили что он пока на ранней стадии вероятно что пройдет еще несколько лет прежде чем из этого что-то выйдет а торн надеется что ее страница на он ли фан станет местом где она сможет быть ближе к своим фанатам но надо куда уж ближе чем просьба скинуть тянется ближе некуда ближе к телу куда уж куда уж ближе куда уж ближе если на твои фотографии дрочат например на площадке она даже планирует проводить эксклюзивные курсы по написанию песен впрочем многих пользователей все это не убедила потому что им нужны только сиськи если было торн захотела бы испытать на себе что значит быть работником секс индустрии она могла бы замаскироваться придумать фейковое имя купить iphone 7 и начать с нуля как это делает большинство ситуация лишь усугубилась после того как было торн якобы разослала через личные сообщения pay-per-view пост с подписью которая недвусмысленно намекает на то что на приложить приложенном фото она обнажен а просмотр этого поста стоит 200 долларов и как сообщают пользователи на самом деле на фото торн была в одежде что разослила многих в одежде охренела что на одном из скриншотов можно увидеть данное сообщение однако фамилия торн написано с маленькой буквы в то время как в ее профиль с большой впрочем о сообщении рассказали во множестве по сообщениям работников секс индустрии зарабатывающих сервис столкнулся с волной рефаунда в результате которой правила площадки решили ужесточить сразу для всех теперь деньги с он ли fans переводят с пользователем только раз в месяц они раз в неделю также максимальная стоимость просмотра pay per view постов теперь составляет 50 долларов а сумма чаевых под поставим в ленте отныне ограничено 100 долларами ранее суммы могли быть любыми представители он ли фан заявили в разговоре с волчер что изменение правил площадки не связано с конкретным пользователем ограничения в транзакциях призваны предотвратить перерасход средств и обеспечить безопасное использование сайта мы продолжим рассматривать ограничения сама была торн какое-то время молчала чем успела вызвать волну критики свою сторону однако позже она все же дала комментарий снимите клеймо с работников секс индустрии и развейте весь негатив вокруг самого слова секс превратив все это в мейнстрим именно это я и пыталась сделать привлечь внимание к сайту чтобы помочь создателям контента я пыталась привлечь внимание потому что чем больше людей на сайте тем проще будет нормализировать эту индустрию и пытаясь сделать это я навредила вам пару раз я рисковала своей карьерой пытаясь снять это клеймо сама я написала сняла порно фильм вопреки сопротивлению коллег и менеджеров потому что хотела помочь что когда у вас есть известность и целая платформа как у меня вы можете использовать это для того чтобы помочь другим и встать на сторону чего-то что больше вас самих опять же в процессе этого я навредила вам и мне жаль я встречаюсь с он ли фанс чтобы узнать почему они ввели ограничение это неправильно и мне жаль делитесь в ответах любыми идеями которые вы хотите донести до он ли фанс и пришлите мне ссылки на свои профили чтобы я помогла в вашем продвижении на момент написания заметки твит белла торн опубликованы уже сутки до сих пор она не поделилась ссылками на другие профили он ли фанс однако создатели контента с площадки стали продвигать себя сами выкладывая интимные фото прямо в ответах к записям певицы актрисы более того теперь торн открыто обвиняют в измененных правилах заявляя что из-за ее исследования на он ли фанс будут меньше зарабатывать была торн испортила жизнь стольким работникам секс-индустрии и я уже не могу теперь а терпеть знаменитостей изменилась вся система чаевых теперь в ней есть ограничение по сумме потому что она решила развести тысячи людей абсолютно нелепо подсказка есть работники секс-индустрии которые дают вам то за что вы платите и не пытаются развести вас на деньги мы не был торн он и фанс открылся в шестнадцатом году и с тех пор площадка всегда считалось сети спорно несмотря на то что условия сайта не подразумевает заработок исключительно на откровенном контенте для фанатов так или иначе скандал с беллой торн вышел одним из самых крупных в истории площадки и пока не ясно чем закончится в общем как говорили великие ваши ожидания ваши проблемы на ожидали себе чего-то но тут тут очень и очень своеобразная конечно ситуация с одной стороны люди превратили в площадку до тишни превратили площадку only fans в ну секс индустрию по сути и и когда в эту в эту индустрию решили зайти не не осведомленные и скажем так не играть по общественным правилам напомню что он ли фанс в этом я так нигде не прописано что эта площадка исключительно для обнаженки вот это площадка для фанатов то есть неважно что-то постишь но облюбовали и и облюбовал ее секс индустрии в итоге это стало условным заплати за нюцы вот каких-то каких-то персонаж и когда туда за залетает целомудренная звезда которая естественно нюцами не собирается вообще никому ничего давать хотя есть вот эта вот история с вроде бы рассылкой где она все-таки сказала что она кидает нюцы а нюцев не было это конечно да вот это это место не очень хорошая то есть это прямой обман но тут стоит отметить что самого начала она сказал было торн сказал что не будет выкладывать нюцы и с этого же самого начала аудитория была недовольна типа какого-то хера чё это ты бьются не будешь нам кидать ты пришла на площадку где мы платим за нюцы но ты почему-то не хочешь нам кидать нюцы нехорошо в общем очень разношерстная и спорная ситуация в данном случае произошла где мне кажется виноват абсолютно все виновата общество которое превратило площадку в рассадник нюцев за деньги виновата звезда которая притащилась сюда не про чеков это общество да она пишет что я хотела помочь я хотела его избавить вас от этого клейма но они жили нормально с этим клеймом их никто 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 не просил их спасать это как по попытка я не знаю зайти в свинарник и спасти свиней от грязи блина им кайф это свиньи ну то есть в этот где-то не метафора какая-то им кайфово они так живут этого устройства их жизнь все в порядке вот на их не надо спасать у них все хорошо она заходила бедные свинки и я вас вытащу из грязи типа нет не обязательно у них как бы все все в порядке ваша где нюц и такая-то на твиче запрещены вам как бы вы не по адресу это надо он ли фан заводишь могу завести он ли фанс и выкладывать туда фотографии своего синяка на пальце вполне себе сколько за за ну за доллар можно я думаю нормально хотя я не знаю как этом комиссии возможно за доллар слишком дешево у нас есть дискорд не дискорд слишком дискорд это же суть он ли фанс в том что ты можешь выставить на плату какую-то картинку то есть типа тут там прямая монетизация понимаете вторая камера под столом стримит на порно хаб на темноту и пакет из диска на меня есть что под столом 2 так что так что да есть что-то есть что-то порнушное тот же тумблер просел когда там сексуальный контент запретили это площадке в основном ассоциируется с определенным контентом ассоциация да но их почему почему так произошло то что люди так сделали и изначально изначально тумблер никто не собирался делать как тумблер изначально считался типа твичом для картинок ой твичом твиттером для картинок это все но в итоге из-за отсутствия какой-то модерации более-менее там все заполонило откровенно там но там просто да да прям до порнухи доходило то есть естественно в определенный момент из-за того что компания не хотела сыр ваться себя с порнушный порнушным сервисом сексуальным они естественно все это по чик или да у них упала популярность то что в целом есть инстаграм но instagram не все равно немножко про другое но вот арт стейшн уже есть и ничего не страдает есть devin art тот же но он как бы вроде бы сервис для артистов но в смысле для художников там и прочее но там тоже кстати достаточно всякого такого хотя там тоже вам там совсем откровенную жизнь помни пускают в откровенную жесть имеют половые ура порнуха там какая-то такая вот так как в этом не пустят но мультики точение мультики картинки всякие до обнаженные вроде вот звучит как план на рисун пашу на r34 очень интересного будет выглядеть стимулируя стримера и генерировать контент фотографии я генерирую мой контент от стримы устроить стрим с разбором старых дисков как раньше мужики я их уже разбираю уже показывал на стриме все это уже привезенная сдачи диских выкинуть на самом деле надо они мне не нужны у меня дисковода нету я как пока я показывал диски вспомнил что у меня же я свой пк дисковод то не вставлял до половина дисков кстати перри перед перекосан и перри перед царапан и поэтому уже все бесполезно тумбу вроде купили и правила изменили все рухнуло на диване порнуха запрещено на диване на девинар ну порнуха да но рисунки откровенные все равно есть если я не ошибаюсь там чтобы увидеть обнаженку нужно зарегистрироваться где на ту да везде и везде это она в определенный момент сделали метку просто на цифру форворк на том же колбе например тоже есть метка на цифру вот и ты как контент-мейкер должен осознавать и ставить эту метку на свой контент и такой контент как правило без регистрации нельзя будет смотреть без регистрации и плюсы если у тебя еще ограничительный стоит если можешь по-моему в аккаунте тоже проставить что я не знаю как везде и как в давинарте конкретно но во многих сервисах подобная система даже на том же арт-стейшн некоторые контента не можешь посмотреть даже если он не какой-то эротический ты не можешь посмотреть если не зарегистрировался но это зависит от особенностей автора он может выставить галочку что-то там в том же как в конце концов там вконтакте или фейсбуке ты порой не можешь просматривать посты до людей если ты не 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 залогинен системе или не являешься его другом вот это обычно нормально работает стандартная система работы в интернете контента такого визуально этих только купили не хотели но в итоге тумблер еще раз перепродали за меньшие деньги но что пойдет у тебя когда опять же два стула ты либо у тебя либо сервис работать так как ты хочешь но на нем меньше народу знают на либо он работает не так ты хочешь на нем больше можно конечно какой-то вывод выгоду из этого но там еще проблема что в целом репутация портил что тумблер это не порнушина то есть одно дело если на порнхабе такое выкладывает а другое дело когда тумблер задумывался явно не как подобный сервис да это картинки но в основном его использовали вот для такой цели то есть можно было как-то переобуться наверное но но для этого надо да еще еще как-то как-то думать на переводить тумблер в какой-то не знаю вот такой нюдс нюдс хаб посрубали с одного стула сильно в тартаке это понимание там не сильно то срубали вроде опять же у тебя когда есть у тебя пользу портится репутация то к тебе перестают приходить рекламодатели с другой стороны рекламодатели разные бывают если у тебя на площадке больше вот всякой эротики то логично что тебе надо искать рекламодателей в этой сфере вот и все они наверняка есть в секс-индустрии наверняка есть те же всякие рекламы порнохаба можно размещать на можно было бы размещать на тумблере и не париться хотя в данном случае порнохаб скорее было бы их конкурентом в общем да ну странная странная ситуация в который ну на мой взгляд вера виноваты во всех помаленьку виноваты все и люди которые превратили в сервис не пойми что и звезды которые в это не пойми что влезли решив помочь поможем в общем кофе на самом не пофиг на самом деле это вся эта история проходит мимо меня или я прохожу мимо нее меня нет аккаунта на only fans и у меня нет проблем с этим я не косплеер косплеера я знаю по моему тоже пользовались only fans что там какие-то откровенные косплеи показывать своим фанатам что такое так двинемся дальше а ну а все samsung представила g7 51 это последняя новость да эти новости вчера у нас были смена с цены и алгоритм управления движением целого города да так оказалось то оказалось последняя новость ваша женат ему нельзя в бильдяшки бильдяшки первый раз слышу слова бильдяшки я почему какая разница продавать то в чем я думаю если бы если мы не знаем мои мои фотографии каких-нибудь позах приносили бы много денег и думаю не было бы с этим проблем наоборот я дарю свою красоту за деньги но вряд ли кто-то будет платить за фотографии моего тела разве что вот пальцем кстати все еще мой палец все еще фиолетовый но не болит но все еще фиолет если вас и вы переживаете за состояние моего пальца фиолетовый но частично не весь а частично но я думаю просто на ноги все в нем наверное как кровь остал осталось запечаталась кровь ноготь продолжает расти и в дальнейшем на ногтей нет уже такого все в порядке порно хапы сам хотел перекупить и восстановить старые правила на что-то пошло не так может быть не стали продавать рисунки художники продают на он ли фанс наверно зависит от рису это художников ну да но он ли фанс я так понимаю это сервис монетизации фанатов по сути то есть ты можешь что-то продать это вплоть до сообщения ты можешь продать сообщение по своему фанату фанат платит денежку чтобы ты лично ему написал или вот что-то нарисовал скинул фотографии например я так понимаю это так работает вместе с женой не ее не надо впутывать ладно я испорчен интернетом но нам пусть будет подальше от этого всего несмотря на чем говорят мужчины смотрел как в первый ты не смотрел о чем говорят мужчины бельяшки село в крамском районе орловской области россии то же самое что патреон или любой другой сервис но патреон я так понимаю работает немножечко по-другим по другому принципу нет хотя вроде на патреоне наверно тоже продают не дети по моему до рисунков нет на он ли фанс сразу с патреона рассылают там вроде не уникальные сообщения как на патреон не зная в это вообще не влезаю мне кажется что подобная тема ну подобная тема может работать только тогда когда у тебя на площадке на которой ты делаешь контент нету монетизации то есть например вот я делаю на твиче трансляции здесь есть монетизация либо донаты либо подписки да есть какой-то способ с вашей стороны наградить меня за мои труды в случае например то есть многие подкасты они работают с патреоном потому что как таковые у подкастов и из площадок под для подкастов подобной системы монетизации нет плюс трансляции это лайв контентом здесь и сейчас то есть задонатить на видео до во время видео по идее нельзя задавать эти во время трансляции я так понимаю чтобы эта система работает многие точнее подкастер используют патреона собирают там просто так проще то есть по сути это просто перенос монетизации надо отдельная площадка для монетизации отдельная площадка для контента но все на патреоне понимают что они условно платят за контент на площадке ну не знаю может не все понимают но суть такая что если вы хотите поддержать вот то вот по 3 а там плюс на патреоне это блинная система поощрений какая-то что если столько соберете на протокол сделан из есть какой-то комик микро кикстарта патреоне нет чаевых там либо за пост плата либо подписка на патреоне продают минусы просто монетизация только подписок на ну вот ну то есть получается на он ли фанс можно заплатить за отдельную за отдельную фотографию отдельную сумму на патреоне ты в целом должен быть подписан и тогда если контент maker сделает контент то ты его получишь понятно разобрались более-менее разбрались ладно на сегодня все новостей больше нет вот это была последняя новость про он либо последняя новость 159 вернется завтра в 159 человек буду сегодня стримить я не знаю ничего не хочу и чувствую кроссайдер king все стримить не буду м харвис тоже не очень хочется не хочется вот стратегии сейчас сыграть шавухи завтра вообще не ничто что стиль сегодня все разобрали на время дискуссии пожалуйста отдохнем перед шавухами обленился да нет не блин в смысле обленился обленился когда ты ну делаешь нет когда у тебя есть работа ты и не делаешь а у меня в данном случае получается свободная работа типа свободный к нету а мне нету вы знаете четких прямых заказов пошли в рублокс вчера еще смотрели что-то мало вроде спросили в с вейсланд а также в начале паров лес маленького мужика большой бабы это было весело да потом как души он доел чат молчал значит сегодня опять вот сидеть опять сидеть 5 часов с молчащим чатом я так могу и сам поиграть в целом зачем зачем это вам надо как-то надо как-то чем-то интересным ничего интересного пока еще не только в конце будет тони холк но я тоже не знаю насколько вам интересен то вот насколько вам интересен тони холк в новый мир что-то на new world у меня нет new world и покупать его тоже не я кстати не планирую в неё world играть не хочу зайдет вот душа лежит к чему-нибудь типа вот как раз к медивил динности хочется вот как тут строить кого-то деревню там решать эти задачи что такое что-нибудь такое или и вот или может пытаться на дресса хочу там играть катаешься пострелять мне интересен тони холк молодец nexomon extinction от штука него в купе него это не хок интересно посмотреть для меня четвертый бы последний тут должен вылезти с шоуми но он работает он точнее 1 сентября он на линейке не 1430 у него по идее уроки должны кончаться с этим можно шоуми поставить стримить тони холкс он по-любому его купит и по-любому будет играть и по-любому будет угорать мы просто поставили пусть он стримит restream поставить пусть стримит я точно знаю что он купит уже смысла нет new world или завтра или четверг закончится тем более я не горю не я смотрел new world она выглядит прикольно но что-то сейчас стратить силы свое время на ммо вот такое это надо жену это надо основательно то есть этой серии все я не играю в другие игры я играю только в new world каждый день но мне сейчас нету такого настроения чтобы вот что-то что-то задрочить мне надо освободить в этот пространство для для задрачивания освободить немножко для дуста на октябре 10 октября для еда для киберпанка тоже осенью быть жарко life из феодал а что за кстати лайф из феодал лайф из феодал да ты маму не подожди есть лайф из феодал 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 а в чем разница разные игры вообще какой из этих феодалов там можно сражаться на кулаках с медведем недавние обзоры очень положительные а так обзоры смешаны почему недавно игра не стандартная с команды будет много интересного но уже не развивается и мы не советую лучше игры не видел рекомендую на данную игру сделать привязку билета доступа на северой мою версии к персонажу они аккаунт называется жадность товарищи разработчики короче не очень хорошие не очень хорошо и оценкивает в лайф из феодал феодальная жизнь жизнь бы инвиде карточки будут 19 пока то да она же сенен виде еще сегодня же еще и на виде это там него стролик выпустит просто трот ролик можно глянуть с онлайн сосновик русский завезли да посрать вообще посрать над с онлайн посрать для меня есть только один т.с. это сеглплеер и мощного ммм т.с. для меня не существует какой бы она там хороший не была как бы они хорошо не отзывались на тайма монстром это все равно ммм я могу на улицу выйти для драки с медведем зачем не игра ну ты можешь не пострадать и медведь может не пострадать я не знаю какая у вас там развесовка сил но в игре никто не пострадает в реальной жизни кто-то из вас точно пострадает там он выходные клан шнума был единственным кланом защитившим свой город молодцы но есть ему мой сингл а есть экономическая стратегия в 1 все делаешь своими руками вторая менеджеришь играю новую ритм игрушку векбокс пасты белки хирус не не хочу такой же skyrim единственный минус что мода нельзя ставить не он не такой же скорее совсем не такой же скорее снова будут в духовке печь картошки видео к видео карта не пикали в прошлый раз есть только один т.с. мобильный тест блэйдс не есть только два теста это морвенд и skyrim для меня во всяком случае другие для меня не существует но в морвен сейчас уже те же чашечко тяжечко играть тяжечко играть на т.с. онлайн ты моему здорового человека бежишь по сюжету и радуешься иногда в клопе в данжи забегаешь в остальном т.с. как т.с. не кроме вас но это ему все равно это не это не сюжетная игра где ты центр вселенной не играли ты можешь свободно там развлекаться в магии швырять во всех подряд и они будут весело падать с горы например что не так с обливионом врата врата обливиона ну и после т.с. после моровинда обливиона играется несколько не так когда в моровинде у тебя доступно довольно много разнообразного всякого там возможностей прочее обливи он как окажется уже знаете такой какой-то консольным портом с пк а потом и skyrim он уже уже как-то под нормально несмотря на то что что возможности в skyrim все равно меньше чем в моровинде но мне кажется что в skyrim я не знаю я не знаю как это объяснить но мне для меня это моровинд и я играл в обливи он тоже неплохой но там определенный момент начинается все вот это типа закрой врата закрой врата хочешь закрываешь затрахал затрахался закрывать ворота кишки пещерей обливиенных планов как будто ней россия делала в основном нормы граба ну да да и да и да и надо цива сейчас я не смогу посмотреть добей уже циву я никогда не добью в смысле добей цива на мировой карте у меня сражение из африки я думаю что я ввяжусь в первую же битву с германией как хотел и меня все просто от дубасе точнее никак вряд ли меня уничтожит вряд ли меня уничтожит то что у меня все таки довольно хорошо защищены города и довольно много ресурсов поэтому скорее всего может быть меня отожмут ростов на наниле это там сверху можно находится едем все закончится то есть просто перетечет в длительную битву где я буду посылать войска в ближайшему городу который буду отбивать а потом его будут отбивать от меня а потом я буду отбивать вот так вот просто будет избиение друг друга по очереди оба суд точно даже не оба сустав все дело что меня просто от отгонит оттолкнут подальше и все и все кроссовер king здания горе не буду стараешься потеешь в итоге выигрываешь выигрывает и на другом конце карты которого вообще не трогали ну да например в общем в общем давайте сегодня просто всем посмотрим эти видеокарточки поиграя в то что тебе хотелось бы самому не будет минус морали и настроение как если ты игралась под палки потому что смотрит чат не но иногда у нас просто сходится желание ну то есть серии вы при подкидываете как прикольную игру и такого прикольная игра давайте поиграем ну то есть это нормальная ситуация и а я сам-то буду ну то есть я выберу какой-нибудь там не знаю тот же сталкер и call of duty вы просто смотреть это не будет вам не интересно что я буду ну типа я буду залипать я буду играть в игру я не буду делать скажем так для вас контент просто буду играть в игру госталкера я не знаю просто не знаю что не хочется на что игра сейчас просто не приходит на ум и игра который я поиграл вот вот в медиевал династи или в мафии поиграл вы читаете книги по сталкеру по моменту нельзя делать потому что авторские права на книгу тоже присутствует google совалку на на тему ласка файр не добил же кстати ласка и не добил ласка файр точно вот что я буду играть ласка файр через часик приходите смотреть на продолжение ласка файр я же не добил точно хорошая игра мне понравилось но я ее не доиграл я хотел бы играть но не доиграл надо играть я же купил купил но не доиграл надо играть возможно она скорее всего проходится через четыре часа а я наверное уже два часа наиграл так что там наверное не немного стратегии экономической пиратов как это выходило не знаю чем речь вот решили да не угну не уговорили а напомнили вот это хорошо вы напомнили мне и я такой о точно точно у нас еще полчаса кстати завалялись для интер ими завалялись полчаса игры про принцессу я я помню я просто не могу выбрать момент когда лучше всего уделить внимание может как раз сегодня не уделим два часа стрим не значит плохой короче сегодня доигрываем и ласкам файр и принцессу можно еще захватить до 7 я думаю все мне пошел обед вам желаю того же вам тоже всем пора на обед друзья если у вас по москве время встретимся через часик приходите приходите жду всех люблю целую обнимаю 159 вернется завтра в 159 с новой порцией новостей увидимся пока